Шансов на то, что власть наша образумится и откажется от вступления в ВТО, изначально было очень мало. И это все понимали. Другое дело, что в избежании худшего нужно было сделать все возможное для того, чтобы власть все-таки образумилась. И мы сделали все возможное. И будем продолжать это делать до последней минуты. Если этих шансов до 10 июля было, скажем так, 5 из 100, то теперь их осталось 1 из 100. Есть еще Совет Федерации и есть решение самого президента. Но даже когда их останется меньше 1 из 100, мы все равно будем бороться за то, чтобы все шансы были использованы. Это наш абсолютный долг. Долг граждан, понимающих, чем чревато вхождение в ВТО. Если бы мы исповедовали ленинский подход, согласно которому можно сначала усугублять хаос, наращивать энтропию, или содействовать этому наращиванию энтропии. Все-таки в основном хаос, конечно, усугубляли либералы, а не Ленин. У Ленина просто не было возможности в такой степени усугублять хаос. Но в принципе ленинский подход действительно состоял в том, что можно усугублять хаос, затем в точке максимума этого хаоса брать власть, а потом этот хаос усмирять. Вот если бы мы исповедовали подобный подход, то в чем дело? Ничего плохого. Пусть власть как бы входит в ВТО, хаос будет нарастать в какой-нибудь точке. Вместо нее придут к власти лидеры оппозиции. Если после этого мы приходим к власти, то мы этот хаос усмиряем. Но мы этот ленинский подход не исповедуем. Понятно, я говорю? Мы его отвергаем. От-вер-га-ем. Точка. Ленин генерный политик. Ленин создатель великого советского государства. Ленин сумасшедшим образом рискнул и выиграл. Ленин, наконец, не был создателем хаоса на территории Российской империи. Этот хаос создали до него. Либеральные силы. И Ленин фактически лишь в небольшой степени усугублял этот хаос, естественно, делая революцию. Но в очень значительной степени его сдерживал. Потому что и без него хаос уже был очень велик. Но главное, что Ленин действовал в уникальной исторической ситуации. В условиях истощенности мирового империализма Первой мировой войной. В условиях подорвающего расклада сил, который позволял Ленину каким-то образом сохранить суверенитет. В условиях относительной разрухи, деструкции, частичной потери государственности и так далее. Никогда больше эта ситуация, позволившая Ленину рискнуть вот так, как рискует, когда играет в офицерскую рулетку. Крутит барабан револьвера, приставляет револьвер к песку и нажимает на курок. Вот никогда больше такой ситуации не будет, чтобы можно было даже в офицерскую рулетку сыграть, имея один шанс из ста. На то, что ты сначала создашь хаос, создашь суперкризис, а потом наберешься до власти и начнешь строить новую жизнь. Этого никогда уже не будет. Запад достаточно силен. Ослабнуть может только после огромной потрясения почти неминуемой ядерной войны. Что там будет после нее, это вопрос совершенно отдельный. Никто из уменяемых людей не может жаждать, чтобы она состоялась. Только безумцы могут хотеть этого. Запад очень силен. Повторяю, политические силы в стране достаточно слабы для того, чтобы в условиях деструкции государства и экономического коллапса брать власть и устанавливать какой-то порядок. У нас нет на сегодняшний день достаточно сильных, молодых, яростных, прошедших соответствующую подготовку и тест на готовность действовать любыми средствами, идя через каторгу, через тюрьмы, через прочее. Вот таких политических сил, которые были у Ленина, у нас нет. У нас нет миллионов людей с винтовками, которых создала царская власть, вступив в Первую мировую войну и не сумев ту войну выиграть, и создав затяжной военно-политический кризис, обозлив эти миллионы людей, научив их перед этим стрелять, убивать, после чего они могли быть использованы для соответствующих политических разборок. Всего этого у нас нет. И говорить о том, что надо поступать по-ленински, сегодня может только идиот или негодяй, который хочет, чтобы первая фаза деструкции и коллапса состоялась, а чтобы второй восстановительности фазы не было вообще. И так, и из соображений моральных, и из соображений политических, и из соображений человеческой порядочности, и из соображений политического здравого смысла мы никогда не пойдем ленинским путем, что вовсе не означает, что мы уцениваем как поступки Ленина, так и его результаты. Ленин создатель советского государства, это государство выиграло Великую Отечественную войну, и это, несомненная, заслуга того, кто государство создало. Она носит неотменяемый характер. Короче говоря, мы не хотим, чтобы принятие ВТО, создав волну несчастья, цепную реакцию несчастья, ухудшило политическую ситуацию и облегчило свержение власти, противниками которой мы являемся. Да, мы оппозиционеры. Мы категорически не принимаем нынешний курс, потому что этот курс является смягченным вариантом курса Ельцина, Гайдара и прочих. То, что этот вариант смягчен, и что он как бы представляет собой симбиоз все тех же надежд на вхождение в Запад, то бишь в мир, лидером в котором являются обезумевшие Соединенные Штаты, и в котором к этим обезумевшим Соединенным Штатам примыкают фактически несуверенные европейские страны, вот у нас была власть, которая надеялась на вхождение в этот мир, и Путин тоже хочет того же самого. С одной стороны, вот эта верность заветом всех наших великих западников, в кавычках, которые разрушили Советский Союз и создали вот этот чудовищный криминально-буржуазный монстр, с которым мы сейчас все живем, с одной стороны, повторяя верность этим заветам, этим, если можно это назвать, ценностям и так далее, это неотъемлемая черта нынешней власти и ее курса. С другой стороны, есть попытка дополнить этот мейнстрим какими-то мерами по защите государственной целостности и какими-то действиями во внешней политике, а также какими-то палеотивами в том, что касается внутренней политики, идеологии и всего остального. Вот даже эти скромные добавки к основному блюду, каковым является, повторяю, губительный западнический стратегический курс. Уже вызывают ярость либералов, которые потому и хотят сбросить Путина и зачистить существующую власть, что они хотят возвращения к, так сказать, примордиальной первичной и первородной традиции Ельцина и Гайдара. Они мечтают о возвращении туда. Мы это туда ненавидим гораздо больше, чем нынешнюю действительность. Но это не значит, что мы этой действительности аплодируем. Мы постоянно говорим, предупреждая людей, что ни о каком вставании из колен речи не идет. Что ни о каком полноценном суверенитете речи не идет. Что речь идет о более сложных формах внешнего управления, в которой просочилось что-то национальное, что-то охранительное, что-то очень неуверенно и непоследовательно сдерживающее разрушительные западнические тенденции. Причем эти самые разрушительные западнические тенденции с нашей точки зрения создает сама же власть, поэтому реализуется, конечно же, так сказать, та самая формула, которую гениально описал Твардовский в «Василий Теркин на том свете». Это вроде как машина с скорой помощи идет. Сама режет, сама давит, сама помощь подавит. Мы против этого. Выступая на поклонной горе, я сказал, я противник политики Путина. Всякие упреки, идиотские или провокационные в том, что вы поддержали Путина могут вызывать только сочувственную улыбку. При этом мы сочувствуем либо степени провокационности тех, кто это говорит, либо их умственной недоразвитости. Мы поддержали Путина против кого? Против кого? Против Медведева, которому Удальцов, главный антипутинист, предложил продлить полномочия. Против Немцова против кого? Зюганова уже не видно было в микроскопе. Мы погубили Зюганова. Зюганов погубил себя тем, что прильнул к белоленточникам. Пусть как бы так и робко, и неуверенно, но прильнул. И тут же его рейтинг полетел вниз. Тем, что не занял державной позиции, не оградился от белоленточников, как от чумы, так сказать, не только резкими заявлениями, но и конкретными действиями. Тем, что не был достаточно активен. Тем, что не смог организовать настоящий процесс контроля за выборами. А не смог, потому что отверг помощь всех сил, которые хотели ему в этом помочь. Повторяю, с момента, когда начались болотные сахары, у Зюганова уже не было видно в микроскоп. Был Путин, и были Шендерович и компания, а поскольку каждый из них не мог быть президентом, то перспектива была ли полный развал, либо то, что озвучил господин Нальцов про дление полномочий Медведева. И то, и другое мы считали и считаем гораздо более плохим вариантом, чем нынешний, что вовсе не значит, что мы нынешний считаем хорошим. До тех пор, пока будет продолжаться западнический курс, пока власть вообще и президент России Владимир Путин в частности будут испытывать иллюзии по поводу того, что они могут договориться с Западом, я подчеркиваю, с Западом, который олицетворяется нынешними взбесившимися Соединенными Штатами и их европейскими сателлитами, до тех пор, пока этот курс будет продолжен, пока в угоду этому курсу будет принята политика компромисса с преступными либеральными силами, которые проявили себя прямой поддержкой Болотна и Сахарова. А также многим другим. Ибо, повторяю, не из пальца высосано то, что шли переговоры с Соединенными Штатами о введении американских войск, о просьбе ввести эти войска в случае, если начнется хаос. А под хаосом подразумевались любые серьезные успехи деструктивных сил на территории России. Мы этому всему воспрепятствовали. Воспрепятствовали распаду, воспрепятствовали победам сил имени господина Сванидзе, а то и хуже просто имени господина Гусинского и так далее. Мы воспрепятствовали всему этому и мы этим гордимся. Да, это привело к тому, что победил Путин. Это привело к тому, что победил Путин, потому, что Зюганов сдался, потому что Зюганов проводил абсолютно порочный курс, в том числе и курс потокательства всем этим биоленточным силам. Говорили об этом много раз и объясняли. Но Путин лучше того, что могло бы быть в случае его поражения. И мы видим это и по Сирии, и по многим другим вопросам. Но лучше не значит хорошо. Даже относительное хорошо наступит только в случае революции сверху, полного отсечения от власти того, что мы называем либератной пятой колонной, поворота в сторону исторической самобытности России, выбора абсолютно другой стратегии и победоносного проведения этой стратегии в жизни. В этом случае есть шансы на то, что верх не будет свергнут, сумеет уцелеть и в каком-то смысле начнет соответствовать хотя бы самым простым национальным интересам. Простым и грубым национальным интересам. Не факт, что он все равно сможет уцелеть, но в этом есть какие-то надежды. В противном случае верх рухнет либо вместе со страной, либо под напором околтелых либеральных сил. И верх это очень скоро увидит. Околтелых либеральных сил, поддерживаемых Западом. Верх и лично Вадимир Путин потому еще испытывают некоторые надежды, что им не ясно, в какой степени изменилась политика Запада, Соединенных Штатов Америки. В какой степени мы имеем дело с абсолютно новым мироустройством, построением которого, к созданию которого Соединенные Штаты и весь Западный мир перешли. Теперь уже не идет речи о новом мировом порядке. То есть о том, что все страны, подчинившиеся западному хозяину, как новому Риму, четвертому Риму, как говорил Бжезинский, останутся провинциями этого Рима, что в этих провинциях будут сидеть проконсулы, что в этих провинциях Рим будет требовать устойчивости и даже неких норм. Не знаю, водопроводов, дорог, как бы некого правового режима Пакс Романия и так далее. Вот со всей этой моделью Соединенные Штаты распрощались после полного своего фиаско в Ираке. Нет больше места этой модели вообще. Эта модель, называвшаяся новый мировой порядок, в которой можно было, сдав принципиальные, стратегические, национальные интересы, о чем-то все-таки договориться, вот эта модель рухнула. теперь договариваться не о чем. Повторяю еще и еще раз. В условиях, когда моделью стал новый мировой беспорядок, когда Соединенные Штаты и их европейские сателлиты заключили стратегическое партнерство с силами хаоса и прежде всего с радикальным сунницким исламизмом, что проявляется с каждым днем все отчетливее, договариваться не о чем. никакие уступки ни к чему не приведут. Согласно этой концепции, подтверждаемой огромным практическим материалом и все более надежно подтверждаемой с каждым днем, вот очередной этап победа братьев мусульман на президентских выборах в Египте. Согласно этой, повторяю, концепции, Путин нужен Западу не в виде уступчивого проконсула, а в виде человека уничтоженного. А Россия нужна Западу не в виде устойчивой провинции, а в виде места хаоса, где будет клубиться все на свете. Вооруженные конфликты, так сказать, политические мятежи, социальные катаклизмы, технические катастрофы, все что угодно. Запад на это готов. Он ничего не боится, конечно, он может быть чуть слегка побаивается ядерного оружия, но и этот его страх уже уходит в прошлое, потому что он твердо уверовал, что если хаос начнется, он сумеет проконтролировать свои базовые интересы на территории. В остальном же ему нужен хаос везде, в Китае, Индии, в других местах, потому что в этом новая концепция. Это очень тупая примитивная концепция. Соединенные Штаты не могут сделать у себя лучше. Значит, они должны сделать, чтобы вокруг было хуже. Вокруг это всюду, в Европе, в Китае, в России, везде. Когда вокруг хуже, то у тебя лучше. Это и называется концепция нового мирового беспорядка или управляемого хаоса. В условиях этой концепции все иллюзии президента Путина и других прозападных политиков в том, что они могут о чем-то договориться с Западом, кроме как о распаде страны и собственной смерти, являются химерами. Ничего такого не произойдет. Ни о чем таком договориться с нынешним Западом невозможно. Я обращаюсь не только к национальному чувству, не только к чувству стратегической ответственности за страны, но и к чувству личной безопасности, личного выживания. И говорю о том, что Запад сейчас будет диктовать власти в виде уступок только те меры, которые ослабляют власть на территории. Владимир Путин прекрасно понимает, в отличие от Михаила Горбачева, что быть властью на территории можно только, если тебя на территории поддерживают. Тогда можно вести жесткий или мягкий любой другой диалог. Каждый политик ведет диалог. Но если на территории тебя не поддерживают, то договариваться ни с кем, ни о чем нельзя, потому что ты уже не субъект этой договоренности. Как говорилось в таких случаях, так пусть с тобой поговорят другие, Гамлет. Тогда поговорят другие. И есть кому разговаривать. Есть кому, есть гораздо более приемлемые для Запада фигуры с фанатической готовностью служить Западу на любых условиях и выполнять все, что он говорит. Отключив разум, даже инстинкт выживания и все остальное. Итак, нужно иметь позиции на территории. Тогда можно так или иначе вести политику. позиции на территории после принятия ряда новых либеральных законов будут утеряны. Весь интерес Запада в принятии этих законов состоит в том, чтобы позиции были утеряны. Я обращаюсь не только к стратегической ответственности людей, которые все-таки так или иначе соотносят себя со страной. И даже читали стихи, если кликнет рать святая, кинь-то ручь, живи в раю, я скажу, не надо раю, дайте родину мою. Я обращаюсь к самым прагматическим вещам, не столь высоким или даже совсем невысоким, к элементарному инстинкту выживания. И говорю, что принятие вот этой самой ВТОшной затеи на тех условиях, которые были продиктованы и которые были приняты преступными исполнителями, сдавшими все интересы России, конкретными людьми, которые подписали не просто договор о вхождении ВТО, а договор о вхождении ВТО на коленях, что подобная ВТОшная затея обернется полной катастрофой для власти и страны. Если власть не интересует или недостаточно интересует судьба страны, пусть она заинтересуется хотя бы собственной судьбой. И пусть она в любом случае не говорит, что мы не предупреждали. Именно потому, что мы не исповедуем принципов чем хуже, тем лучше. Именно потому, что мы не авантюристы. Мы предупреждаем раз за разом власть, чтобы она не делала плохо себе и стране. Себе и стране. И мы говорим, что на сегодняшний день спасение и для власти страны в одном, в ампутации всего либерального, в ампутации либеральной гангрены полностью, в политическом, стратегическом, концептуальном, кадровом и ином смысле. Все это должно быть вычищено. Курс должен быть изменен. Существующий курс приводит к быстрой катастрофе. Договоры с Западом могут быть только договорами о том, как быстро ухудшить положение в стране, с тем, чтобы облегчить дело свержения данной власти. Запад интересует только свержение власти на этой территории. А поскольку ему это нужно для обеспечения хаоса, поскольку вместе с крахом политической системы и власти он добивается и краха страны, то мы, являясь ответственной оппозицией, предупреждаем об этом власть. Снова и снова предупреждаем. Корректно, спокойно, ответственно. Поэтому мы проводили митинги и будем их проводить. Поэтому мы собираем письма протеста. Поэтому будем осуществлять все другие спокойные, разумные, конституционные меры. И мы предупреждаем, что если на это не откликнуться, то ситуация ухудшится в такой степени, что диалог с властью станет вообще невозможным, за ненадобностью. После ГКЧП, организатором которого, я отвечаю за свои слова, был сам Михаил Горбачев. С Горбачевым было уже говорить не о чем. Хотя были люди, которые пытались говорить, как мы знаем, до последнего, уговаривая его то ли вводить войска уже перед подписанием Беловежских соглашений, то ли сделать что-то еще. Это было бессмысленно. Он потерял субъектность. Пока что еще какая-никакая, но субъектность находится в руках власти. Если власть хочет спасать и страну, и эту субъектность, это можно сделать только вместе. Нельзя сохранить власть, расчленив Российскую Федерацию, так же, как нельзя было сохранить власть после распада Советского Союза. Горбачев. Если власть хочет спасать себя, то она не может не спасать страну, а спасать себя и страну можно только отказавшись от вхождения в ВТО. Я вновь повторяю формулу, которая была заявлена в фильме Стэнли Крамера «На последнем берегу». Еще не поздно, брат, еще не поздно, господа из Совета Федерации, еще не поздно сделать шаг, после которого вы обезопасите себя и свои семьи от всего того, что происходит в условиях хаоса. Вы же помните, что происходило в условиях хаоса, порожденного определенными действиями в 1917 году. Обезопасите себя и свои семьи, если вам наплевать на миллионы обездоленных. Я не призываю вас сейчас думать о народе, потому что я понимаю, что это артель напрасный труд. Думайте о себе. Я призываю президента России Владимира Путина вспомнить, какие именно строки Есенина он цитировал в момент острейшего политического кризиса и ощутить в меру своей ответственности за судьбу России и не отговариваться даже наедине с самим собой или в диалогах со своими ближайшими советниками, ссылаясь на то, что сначала войдут в ВТО, а потом не будут выполнять его условия. Этого не будет. Это невозможно. После вхождения в ВТО положение начнет стремительно ухудшаться. 18 числа Совет Федерации имеет свой шанс доказать, что он является национальной силой. Потом этот шанс получит президент России. А потом наступит то, что неизбежно вытекает исхождение в ВТО из многих других вещей, которые будут сделаны, непоправимых, катастрофических вещей, которые будут сделаны, если не будет остановлен весь либеральный курс с его приватизациями, с его повышениями тарифов и всем прочим. Владимир Владимирович Путин, обращаясь к политикам, говорил, что не надо спекулировать на том, что наше образование и здравоохранение уже не будет бесплатным. Никто не хочет ни о чем спекулировать. Но высокие должностные лица, отвечающие за образование в стране, в диалогах, которые носят ответственный характер и имеют административную силу, говорят своим подчиненным, а зачем вы хотите вообще учить бедных, учите только богатых. Как мы должны реагировать на подобные заявления конкретных людей, занимающих определенные посты, отвечающих за свои слова? Как мы должны реагировать на подобные демарши, усугубляемые массой дополнительных обстоятельств, касающихся того, какими именно фигурами являются лица, делающие это заявление? И как читается это в сегодняшнем национально-патриотическом контексте? Как мы должны на это реагировать? Как мы должны реагировать на то, что миллионы людей потеряют работу, а страна окажется фактически в условиях торгово-экономической оккупации? Как мы должны реагировать на то, что социальные потрясения, которые это вызовет, неминуемо обернутся политическими потрясениями, а эти потрясения могут привести к деструкции государства? Мы можем реагировать только одним способом. Мы можем призывать вновь и вновь это остановить, а когда это произойдет, то мы должны будем соответствующим образом это оценить и поступать после этого сообразно своим представлением о политике, и долги перед страной. А эти наши представления состоят в том, что без формирования державной, конструктивной, почвенно-патриотической, антизападной оппозиции вся энергия народного справедливого протеста, порожденного властью, окажется в руках у антинациональных, либеральных, преступных, антидержавных сил, которые и осуществят вторую перестройку, перестройку 2. Мы этого не допустим. Мы всю энергию протеста в эти руки не отдадим. Мы будем говорить со справедливо возмущенными властью людьми на языке державной ответственности и социального блага. И мы верим, что этот язык будет воспринят. Поскольку есть гипноз так называемых экспертиз, гипноз экономической высоколобости. И он иногда действует сильно. Существует знаменитый эффект интеллектуальной коробочки. Здесь находится лицо, принимающее решение. А вот здесь повсюду находятся высоколобы эксперты, экономические или другие, которые внушают этому лицу непрерывно, что принимаемое решение, в данном случае решение о вступлении в ВТО носит благой характер, приведет к замечательным последствиям. Смотрите, как Чубайс про это кричит. Мы сначала войдем в ВТО, потом мы войдем в клуб высокоразвитых стран, в тот самый золотой миллиард. Одновременно облепившие лицо принимающие решения эксперты всячески отражают любую альтернативную точку зрения. Любую здравую точку зрения, которая говорит, да никуда вы не войдете, вы войдете только в крематорий и никуда больше. Общенациональный и личный. К сожалению, подобный эффект коробочки существует. И то, что далее мною будет изложено, изложено определенным способом для того, чтобы преодолеть этот эффект коробочки, для того, чтобы до лица принимающего решения могла дойти объективная, экономическая, четкая, строгая информация. Я спокойно зачитаю наш экспертный доклад, который лишен всяческой эмоциональности, всяческой аффектации и просто говорит о том, что последует за вхождением в ВТО, пусть никто потом не говорит, что не предупреждали, что не говорили на нормальном, деликатном, корректном, научном языке, что не предупреждали о том, чем это все обернется. Перед тем, как я начну зачитывать этот доклад, несколько слов по поводу результатов голосования в Думе. Результаты голосования в Думе являются абсолютно позорными. фактически Дума не приняла вхождение в ВТО, не ратифицировала договор о вхождении в ВТО, и пусть все на Западе это понимают. Договор о вхождении в ВТО ратифицировала одна партия, Единая Россия, чье положение в Думе, как все мы знаем, крайне проблематично. В любом случае договор по столь ответственному вопросу, при котором вся оппозиция, я подчеркиваю, вся оппозиция, состоящая из разных идеологических сил, на 100% отказалась поддерживать вхождение в ВТО, является провалом. И этот провал порожден многим, в частности действием гражданских сил, которые бойкотировали вхождение в ВТО, раскрывали людям глаза на это вхождение в ВТО, уговаривали политиков это вхождение в ВТО отвергнуть. Честь и хвала всем, кто это отверг. Фракции коммунистов России, фракции КПРФ, справедливой России, которая кроме трех людей, которые давно отпрыгнули от нее, единогласно тоже это отвергла. ЛДПР Жириновского, который иногда занимает вполне конъюнктурную позицию, но тут сумела подняться до уровня стратегической ответственности. Честь и хвала тем немногим представителям Единой России, которые не проголосовали за вхождение в ВТО, несмотря на огромное на них давление. Что же касается всех остальных, то они сами явились кузнецами своего счастья. Их фамилии войдут в аналы истории и политики. Каждый раз, когда потом они должны будут баллотироваться куда-то и как-то, будет написано этот человек голосовал за вхождение в ВТО. Я не хочу прямых параллелей, но у Бертольда Брехта есть очень мощный образ, когда стоят люди и надеются купить мясо, там витрина какая, ночь, ничего не видно, потом постепенно светает, и вдруг они видят, что в витрине висит мясник, потому что мяса нет, а у него на груди написано «Я голосовал за Гитлера». Вы проголосовали за ВТО. За ВТО проголосовало 238 людей против 209. Это сокрушительное поражение власти. Сокрушительное. Воздержался 1, голосовало 448, не голосовало 1. Результат принято. Единая Россия проголосовала за 235, против 0, воздержался 1 человек, не голосовал 1 человек, всего членов 238. Компартия Российской Федерации. В Единой России не голосовал Александр Евсеевич Хинштейн. Честь и хвала за это. Компартия Российской Федерации, коммунистическая партия Российской Федерации. За 0, против 92, воздержалась 0. Замечательный результат. Фракция политической партии Либерально-демократическая Россия. За 0, против 56, воздержалась 0. Замечательный результат. Результат дающий партии политическое будущее. Фракция политической партии Справедливая Россия. За 3, но мы должны сказать, для того, чтобы правильно интерпретировать происходящее, что 3 за, это не как бы члены фракции, по существу не члены фракции политической партии Справедливая Россия. Это 3 человека, которые лишь формально числятся членами фракции. Зотов Игорь Львович, Митрофанов Алексей Валентинович и Лакутин Николай Афанасьевич. Против 61 воздержалась 0. Очень хороший политический результат. Я поздравляю оппозиционные партии с тем, что у них хватило мужества на такое голосование, скорбя о том, что это голосование не является победой и что за БТО все-таки Дума выступила. Я тем не менее горжусь теми, кто выступил против. Считаю этот результат позором для власти и триумфом политической оппозиции, которая тут проявила единство. Это никогда не могло бы произойти, если бы, первое, у нас в стране был национальный капитал. Настоящий национальный капитал, считающий себя хозяином и предполагающий хотя бы, что государство это то, что ему нужно. что ему нужно всерьез. Что он как бы это его инструмент. Хотя бы инструмент, подчеркиваю, инструмент должен быть мощным. Да? Это никогда бы не могло произойти, если бы у нас не было абсолютного засилия либеральной антинациональной интеллигенции в средствах массовой информации. Позорный бойкот митингов оппозиции, в которых говорилось о том, что не надо входить в ВТО. Позорный бойкот этих митингов, особенно в сочетании с истериками по поводу любого чиха либералов, любого идиотизма, извлекаемого удальцовым, немцовым и кем угодно еще. Всех этих унизительных операций с пуссерайтами и всеми прочими. Тут все поднимают любую истерику. Тут вопрос стоял о жизни и смерти страны. Ответственные оппозиционные силы вышли протестовать против этого. Бойкот был унизительным для бойкотирующих СМИ, позорным, жалким, трусливым и точно показывающим, кто является хозяином. Эти люди, которые говорят о своем достоинстве, о своем, так сказать, национальном и прочем, так сказать, личном достоинстве, являются лакеями Запада, хауями, жалкими шавками, которые, когда он говорит циц, молчат так же, как молчат псевдодемократические СМИ, когда бомбят Ливию или происходит что угодно еще в Югославии или в любой другой точке земного шара. Молчат по указке Запада, по слову циц. Миф о том, что гражданские СМИ, способные выступить против власти, всегда рухнул. Они выступают тогда, когда им приказывает Запад, когда им нужно лизать зад этого Запада. В любых других случаях они делают прямо противоположное. И так у нас нет либерально-национальных СМИ. У нас есть изменники и Халуи, и больше никого. И это тоже вторая истина, которая была выявлена. И, наконец, третья. Если бы власть, а она, естественно, главный виновник произошедшего, не питала убийственных иллюзий разного рода, не надеялась купить уступками лояльность Запада, и не была бы одержима пагубной страстью вхождения в этот самый мерзкий исходящий с ума Запад любой ценой, хотя бы на карачках, хотя бы на брюхе, как угодно. Если бы этого не было, то того, что произошло, не произошло бы. Но этот результат голосования говорит о том, что не все потеряно, что в стране нет единого мнения по поводу того, как именно надо поклоняться обезумевшему западному негодяю, диктующему сокрушительные условия. В стране нет единого мнения по поводу того, нужно ли вообще иметь какие-то дела с Западом, имея в виду под делами, разумеется, не политический, даже экономический диалог, а то, что горделиво именуется вхождением цивилизованное сообщество. Цивилизованное сообщество американского монстра, про которого уже его представители элиты говорят, что он представляет собой сейчас главную угрозу для человечества. Монстра, который сокрушает все принципы, все нормы и ежеминутно стремится развязать ядерную войну. Сделав эти необходимые оговорки, я перехожу к зачтению доклада о последствиях вхождения в ВТО. Подчеркиваю еще раз, что я читаю его потому, что мне нужно, чтобы потом никто не мог сказать, что не предупреждали, что мысль, экспертиза патриотическая не работала, не работала, что были одни лишь крики, эмоции и все прочее. Именно поэтому я буду читать доклад. Условия и риски присоединения России к Всемирной торговой организации ВТО. Главные факты и цифры. Часть первая. Основные нормы ВТО. 1.1. Нормы ВТО не учитывают международные нормы ООН и другие и имеют приоритет в отношении национальных правовых установлений, в том числе и по охране труда, минимальной зарплате, социальным нормам, экологическим нормам и так далее. А значит, вступление в ВТО предполагает, что как только наша национальная норма, войдет конфликт с нормой ВТО, то принимать мы должны все нормы ВТО, каковы бы они не были. В чем состоят аргументы в поддержку подобного рода тезиса? 1.1.1. В правилах ВТО соглашение по торговле и услугам ГАЦ предусмотрен тест на необходимость для национальных законов. Представляете себе? Тест на необходимость. Там сказано, что национальные законы не могут цитата ограничивать торговлю более чем необходимо. Кому необходимо? Что значит необходимо? Кто трактует понятие необходимость? Его трактует суд ВТО или комиссия ГАЦ соглашение по торговле и услугам по урегулированию споров. Заседания суда и комиссии не публичны, а в качестве судей или экспертов могут заседать заинтересованные стороны. То есть комиссия ГАЦ по регулированию споров обладает фактическим правом ВТО на решение парламента или правительства любой страны в части торгового регулирования. Те, кто могут в этом засомневаться, проверьте все как следует перед тем, как будете голосовать и подписывать. Страна лишается суверенитета. Внешние мутные органы приобретают право ВТО на любые решения карикатурного, марионеточного с этого момента парламента или правительства. Говорилось долго об управляемой демократии, имеясь в виду управлением Кремля. А если этой демократией управляют из Вашингтона, то это хорошая управляемая демократия. Вот каждый, кто так думает, как все понимают, является человеком, изменившим родину. А ВТО устроено так, что суверенитет ставится под огромный вопрос. И это правда. Не надо после этого обсуждать, как именно будет реализовываться суверенитет, потому что он никак не будет реализовываться. Тем более, что договор, который мы подписываем обхождение ВТО, диаметрально противоположен договору Китая. Как в стратегическом смысле мы находимся в другом положении, чем Китай, так и в смысле условий. Китай выторговал себе все, что мог. Мы сдали все, и это будет показано ниже. 1-2, 1-1-2. Если государство заключило соглашение об облегчении торговли с одной страной, то это соглашение должно действовать и по отношению к инвесторам других стран, членов ВТО. То есть нельзя построить приоритетные отношения с одной страной, не дав тот же самый приоритет всем. Гибкость политики равна нулю. Вы кому-то в чем-то уступили, подписали определенное соглашение, оно действует на всех. Это лишает Россию и российскую власть возможности гибко маневрировать в бурных водах экономики ближайшего периода. А то, что они будут бурными эти воды, турбулентными, как говорят на Западе, это безусловно. 1.1.3 Право ВТО прецедентное. Судебные решения основываются на уже принятых решениях. Так, чем больше решений было уже вынесено против жестких требований экологии безопасности продуктов питания или жестких норм охраны окружающей среды, тем больше аналогичных решений будет вынесено впоследствии. Это классическое британское прецедентное право. Поскольку уже вынесено много норм, касающихся того, что наплевать на безопасность продуктов питания, наплевать на последствия вторжения того или иного капитала для экологии, то эти нормы и будут выноситься все время. Особенно по отношению к России. 1.1.4 Решения суда утверждаются автоматически, если не высказано единогласного мнения об отказе в его утверждении. Слышите меня? Решения суда утверждаются автоматически, если не высказано единогласное мнение об отказе в его утверждении. То есть, сторона, желающая блокировать принятие решения, должна убедить все государства-члены ВТО, включая представителей противной стороны, в необходимости отказаться от этого утверждения, что невозможно. То есть, решения суда всегда исполняются. Противодействовать им нельзя. Нет не то, что право вето. Нет вообще никакого права. Нужен 100% отказ, что невозможно. 1.1.5. В случае, если какая-либо сторона ВТО обвиняет другую в применении дискриминационных норм, то свою правоту должен доказывать не обвинитель, а обвиняемый. Например, если Россия ограничивает импорт американского мяса, обработанного хлором или содержащего антибиотики, а США заявляют ВТО протест, то Россия должна доказывать, что это мясо вредное. А доказать она это не может. Значит, на что вы обрекаете детей? Вы думаете, что если вы будете покупать продукты в дорогих магазинах, то это вас от чего-нибудь спасет? Сюда будет вброшено все дерьмо, которое только можно. Все мировое дерьмо по самым разным ценам. И ваши дети, и ваши близкие будут его кушать. И не смогут разобраться, где оно, а где что-нибудь другое. 1.1.6. Отказаться от обязательств перед ВТО по либерализации торговли или изменить условия по обязательствам возможно только через 3 года после вступления в силу этих обязательств и только после выплаты компенсаций за текущие будущие убытки торговым партнерам. Слышите меня? Только после выплаты компенсаций. Объем компенсации определяет суд ВТО. Как он устроен, мы уже описали. Суд ВТО или назначаемый орган по урегулированию споров, профильный по конкретным соглашениям. Если не будет достигнуто соглашение о компенсациях или страна-ответчик не выполняет рекомендации по компенсациям, ВТО может разрешить стране-обвинителю приостановить действия ее уступок и обязательств по отношению к стране-ответчику. Это значит, вы будете получать удар под дых с момента, когда вы идете в ВТО и пока из него не выйдете. А выйти сразу не сможете. 1.1.7, что наиболее важно. В настоящее время в мировой прессе появляются публикации, утверждающие, что максимальная санкция симметричного отказа от уступок стране-ответчику является недостаточной, и что в режим санкций следует ввести норму принудительного изъятия утвержденных ВТО компенсаций в пользу страны-обвинителя в виде отчуждения зарубежных финансовых или иных активов страны-ответчика. Если эта норма будет введена, что вы будете делать? Вы понимаете, что после этого все активы России и международные будут изъяты? Очень быстро. А вы не сможете даже выйти из ВТО мгновенно. Некоторые эксперты не исключают, что готовящиеся в ряде стран законы по образцу закона Магнитского в США, причем с неограниченным и секретным списком государств и лиц, против которых вводятся санкции, могут стать инструментом давления на лиц, принимающих решения в сфере выплаты компенсаций по обвинению в нарушениях режима ВТО. Обвинение в нарушениях режима ВТО будет выдвигать Соединенный Штат и говорить, что им надо выплатить такие-то компенсации. А лицо, которое должно принимать решение о том, платить ли компенсацию, будет уже либо внесено в список наподобие Магнитского, либо не внесено. Список будет произвольным и секретным. К лицу подойдут и скажут, милый, у тебя там родственники, у тебя там интересы, да и вообще. И мы можем тебя внести в этот список или не внести, секретно, да? Ты, пожалуйста, дорогой, согласись в том, что нам надо воплотить вот такую-то и такую-то компенсацию. Вот на что вы обрекаете себя и страну. 1.2. В правовую основу ВТО входят следующие основные соглашения. ГАТ – Генеральное соглашение по тарифам и торговле. ГАЦ – Генеральное соглашение по торговле и услугам. ТРИПС – соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности. ТРИМС – соглашение по инвестициям. АОА – соглашение по сельскому хозяйству. СПС – соглашение о санитарных и фитосанитарных нормах. ТБТ – соглашение о технических препятствиях торговли. А также соглашение по субсидиям, антидемпинговые меры и соглашение по финансовому рынку. Часть 2. Основные обязательства России при вступлении в ВТО. Согласно ГАТ – соглашению по тарифам и торговле. Это ГАТ потребует от членов ВТО последовательных соглашений торговых пошлин и тарифов до минимального уровня. А также отказа от поддержки экспорта, цитирую, сверх необходимого. А необходимое будет определять само это ГАТ. Россия в рамках присоединения к ВТО согласилась, я подчеркиваю, преступно согласилась, на ограничение имотных пошлин по более чем 700 товарным позициям. Даже если нужно было входить в ВТО, а мы из принципиальных соображений считаем, что этого для России никогда в ближайшие десятилетия не надо делать, то это не на таких же условиях. Мы встаем с колен, а в ВТО вползаем даже не на коленях, а на брюхе. По 700 товарным позициям, подчеркиваю, по итогам переходного периода РФ взяла обязательство снизить средневзвешенную ставку импортного тарифа на товары до 7,8% с 10 в 2011 году. Средний сельскохозяйственный тариф будет снижен до 10,8% с настоящих 13,2. Средневзвешенная импортная пошлин на промышленные товары с 9,5% до 7,3. Более трети импортных тарифов будет снижено с момента присоединения. Еще четверть спустя три года после него. Я сознательно зачитываю доклад, решенный всякого алармизма, любых воскрицательных интонаций. Он адресован специалистам, а также тем, кому предстоит принимать решение. Я сопровождаю его минимальными комментариями. Перед тем, как перейти к следующему пункту, я хочу сказать, что у нас вообще не выстроена система господдержек экспорта. У нас нет этой системы, мы ее за 20 лет не выстроили. У нас нет соответствующих банков, у нас нет соответствующих норм поддержки, у нас нет инфраструктуры, у нас нет органа, который ее осуществляет. А везде это есть. В условиях отсутствия подобных инструментов поддержки экспорта, при том, что эти инструменты есть у любых других стран, мы открываемся. Если вы уже открылись, и вам входит убийца, то, по крайней мере, наденьте бронежилет и возьмите другой автомат. Но если вы открываете дверь убийцы, а сами раздеваетесь и обезоруживаетесь, то это выглядит очень специфично. В доказательство этой метафоры привожу цифры. В России суммарная господдержка экспорта не превышает 600 миллионов долларов в год. Вот все, что мы сумели выстроить. Это жалкая сумма, чудовищная сумма для того, чтобы начинать открывать экономику. Никто никогда не открывал экономику при таких жалких стартовых потенциалах. И никто не хочет это обсуждать, а у меня иногда впечатление, что большинство принимающих решения этого и не понимают. В мире господдержка только по линии страхования экспорта в 2011 году в миллиардах долларов составила у Китая 60 миллиардов. То есть в 100 раз больше, чем у нас. Во Франции 30 миллиардов. В США 17 миллиардов. В Индии 15, в Германии 13, в Италии 10, в Бразилии 10, в Японии 5, в Канаде 5, в Великобритании 3. Значит, у нас нет структуры, позволяющей конкурировать на открытых рынках. И не будет ее, если за 20 лет вы не выстроили. А теперь мы этот рынок открываем полностью. Вот это основная наша, если хотите, концептуальная, чуть не философская претензия. Если уже вы, как последовательные западники, решили открываться, то вы перед этим выстроите систему защиты народа, защиты страны, защиты экономики в условиях этой открытости. Но вы же ее не выстраиваете. А тогда вы открываете ворота торгово-экономическому вторжению. Разве я не прав? Разве эти цифры не говорят об этом? При чем тут вообще вхождение и не вхождение в ВТО? Да, мы считаем, что оно не нужно. Но даже если оно нужно, пусть все знают, и те, кто будут голосовать, на каких условиях оно происходит. Мы этот доклад вывесим на сайт. Вы возьмите, перечитайте и проверьте. Поскольку мы за свои цифры отвечаем, а вам лгут денно и ношно, не говоря о том, что вам не очень интересно вникать в детали, при том, что, как известно, дьявол в детали, то вы возьмите и прочтите перед голосованием. Закройте себе глаза и вообразите, что из этого следует. 2.2 ГАЦ соглашение по торговле услугам требует открыть для иностранного капитала следующие секторы. 3.2 Деловые услуги. Врачи, ветеринары, адвокаты, налоговые консультанты, архитекторы, инженеры, юристы, компьютерные услуги, базы данных, исследования и разработки, услуги в области недвижимости, ремонт и уборка помещений, лизинг транспорта, судов, производственного оборудования, реклама, ремонт, типографии, экономические консультации и другое. Ничего не забыли, да? Все вписали. 4.3 Услуги в сфере коммуникации. Почта, курьерская доставка, телефон, электронная почта, передача данных, телекс, телевидение, радио, производство фильмов, видео, музыки и другое. 5.3 Строительный монтаж. Все виды строительства. 6. Торговля, оптовая розничная торговля, франшиза, то есть торговля под брендом чужих компаний и другое. 7. Образование, детские сады, школьное образование, высшее и профессиональное образование, дополнительное образование и другое. 8. Услуги в сфере экологии, водоснабжение, канализация, мусор, санитария и другое. 9. Финансовые услуги, все типы страхования, жизни, несчастных случаев, медицинская, банковские и финансовые услуги, в том числе, деривативы, то есть совсем сошли с ума. 10. Медицинские и социальные услуги, больницы, другие услуги в сфере здравоохранения, социальные услуги, туризм, гостиницы, рестораны, турагентства, гиды и т.д. 11. Отдых, культура и спорт, театры, цирки, сектор досуга, новостные агентства, библиотеки, архивы, музеи, другие культурные услуги и другое. 11. Транспортные услуги, речное и морское правоходство, авиаперевозки, космические полеты, железные дороги, система дорог, нефтяные трубы и другое. 11. Энергетика, добыча и транспортировка полезных ископаемых. 11. Пока переговоры проходят в основном на двусторонней основе, но открытие этого сектора планируется навязать всем странам в ближайшем будущем. 12. Другие неперечисленные услуги. 12. Итак, вступая в ВТО, Россия примет на себя обязательства по 116 видам услуг и 155 предусмотренных классификацией ВТО. 12. То есть Россия в сфере регулирования ГАЦ сумела оговорить минимум особых условий. 12. Ни одна страна мира не уступила по стольким условиям. 13. Либералы, умеренные консерваторы, ну что же вы с важным видом смотрите на нас с экранов телевидения? 14. Вы опозорились. Может быть, кто-то из вас об этом не знает? Кто не знает об этом? 15. Лица, отвечающие за экономику? Правительство не знает? 15. Кроме того, согласно правилам ВТО, ее члены обязаны постепенно снимать все ограничения, которые изначально установили для иностранных лиц и компаний в переченях своих обязательств. 23. ТРИПС. Соглашение о защите прав интеллектуальной собственности в сфере торговли. Оно потребует выплат за использование страной членам патентов других стран. Россия в этой части соглашения никаких себе особых условий не оговорила. Мне скажут, наверное, никто не оговорил. Как никто? Ну как же никто? Спросите, вам скажут, что Китай оговорил в этом направлении фантастические для себя выгодные условия. Индия оговорила. Бразилия оговорила. ЮАР оговорила. Многие другие оговорили. Мы не оговорили. Как жалкая, колониальная, трепещущая, беспомощная шавка. Мы не оговорили ничего, а они оговорили. Так кто этим занимался? Кто эти конкретные люди, которые сделали подобное? Как после этого мы будем разговаривать о том, встаем мы с ней, встаем с колен? 97% мировых патентов принадлежат высокоразвитым странам. В том числе патенты на все разработки и ноу-хау, сделанные в СССР России и вывезенные из стран за последние 20 лет, либо в порядке проведения исследований на зарубежные гранты, либо в форме утечки мозгов. Все, что вывезено отсюда, это тоже патенты там. В результате поставки в Россию оборудования и технологий в целях планированного технологического перевооружения экономики будут иметь, обязательно будут иметь патентную надбавку к цене. Это как раз и есть то, чего избежали другие страны. Из первоочередных последствий в данной сфере специалисты предсказывают в России неизбежное подорожание лекарств. А власть после этого считает, что она удержится на плаву. Я не говорю, что будет происходить с больными, особенно людьми преклонного возраста и низких доходов. Часть из которых, между прочим, составляет консервативную базу власти. Власть, надеюсь, не думает, что она может получить хоть грамм, хоть миллиграмм, хоть крупицу либеральной поддержки. Никогда ее Путин не получит. А эти люди поддержали. И теперь они получат неизбежное подорожание лекарств. То есть смертельный для них удар. Как они на него отреагируют? Причина в том, что правила ВТО не позволяют закупать и использовать дженерики. Дешевые аналоги запатентованных лекарственных средств. А без дженериков весь рынок лекарств станет доступен только для тех, кто уже сейчас готов низвергнуть действующую власть с особым удовольствием и в особо изощренной форме. А для других весь рынок окажется недоступен. Я прошу в последний раз подумать, что это такое и с моральной точки зрения, и с точки зрения инстинкта самосохранения. 2.4. ТРИМС. Соглашение по инвестициям запрещает выдвигать иностранным инвесторам особые условия приема инвестиций. В частности, Россия не сможет требовать от зарубежных корпораций использовать продукты, сырье и материалы, произведенные в стране, нанимать в качестве части работников населения страны, а также выдвигать в качестве институционного условия требования передачи технологий. Мне опять скажут, наверное, так все делают. Ну как же все? Особые условия в том, что касается этого самого ТРИМС. Оговорили себе, прежде всего, конечно, все тот же Китай, а также Индия, Бразилия, ЮАР. Мы не оговорили. Мы не страна БРИКС. Мы не только не развитая, мы не быстро развивающаяся страна. Мы этими условиями зафиксировали, что мы колония. А некий Чубайс, кое-кому знакомая эта фамилия, несет ахинею по поводу того, что это прокладывает нам дорогу в первый мир. Я никогда не понимаю, чего тут больше. Элементарного идиотизма или дворушничества. 2.5. АОА. Соглашение по сельскому хозяйству запрещает странам и частницам ВТО оказывать какие-либо меры господдержки производства и экспорта сельхозпродукции сверхсогласованных в ходе переговоров о вступлении норм. Вновь я говорю о самом принципиальном, самом философском, стратегическом аспекте. Для того, чтобы конкурировать на открытом рынке, нужно создать условия для этой конкуренции. Если условия не созданы, а открытость санкционирована, то это убийство. Это злонамеренное убийство. Начиная переговоры о присоединении к ВТО, Россия определила уровень поддержки сельского хозяйства в 89 миллиардов долларов. Это среднегодовой уровень субсидий в 1989-1991 годах, то есть при проклятых совдепах. Затем наша делегация последовательно сдавала первоначальные позиции. Сначала до 36 миллиардов долларов. Позднее до 16 миллиардов долларов. В итоге переговоров на момент вступления России в ВТО уровень допустимых субсидий определен в 9 миллиардов долларов. А к 2017 году должен быть снижен до 4,4 миллиардов долларов. Нам скажут, а в 2011 году по официальным данным у нас на поддержку сельского хозяйства из бюджета было выделено чуть более 4 миллиардов. При том, что в советский ужасный период было выделено в 20 с лишним раз больше. Да, да, конечно. Но не было открытого рынка. А теперь он будет. Вы жили в закрытом рынке. И как-то кувыркались с 4 миллиардами. Как именно, все знают. Достаточно позорным способом, несмотря на победные релизы. А теперь вы это откроете. А инфраструктуру, позволяющую выживать в условиях этой открытости, вы не построили. И что это такое? Господин Чубайс несет ахинею по поводу нас и Организации экономического сотрудничества и развития ОСР, в которую мы скоро войдем. Чего больше тут кривляния, шутовства или бесовства, я даже не знаю. Так вот. Сообщаю господину Чубайсу, а также всем остальным, кому сейчас придется запятнать руки. Всем, что навязано. Государственные субсидии сельскому хозяйству в США возросли со 100 миллиардов долларов в 2007-м до 120 миллиардов долларов в 2009-м. Это все говорилось, что только у нас сельское хозяйство поддерживают, потому что оно разрушено всякими жуткими вещами. В Японии с 2007-го по 2009-й год, оно возросло, эта поддержка, в Японии с 55 миллиардов до 57-ми. Я напоминаю, что мы держимся на четырех. В странах Европейского Союза 27 государств несколько понизилось за последнее время. У них, видите ли, кризис, они немножко понизили цифру. Со 160 миллиардов до 140 миллиардов долларов. Вы понимаете, что эти цифры страшнее любых наших восклицаний и даже страшнее рева голодных топов, потому что они предвращают это трех голодных топов. В итоге на один гектар пашни в России выделяется в 40 раз меньше средств, чем в Евросоюзе, или климатические условия, конечно же, лучше. И в 15-17 раз меньше, чем в США. Вот не Чубайса и не какого-нибудь такого же вот Соколика. Как бы выставьте, пожалуйста, для дискуссии. А нормального, меняемого, сколь угодно либерального эксперта. Кто-нибудь скажет, что российская сельскохозяйственная конкуренция на открытом рынке в таких условиях возможна. Никто не скажет. Все. Это конец. Либо открываете рынок и поднимаетесь до этих показателей, но вам это запрещают, либо не открываете его. Но если вы открываете, будучи страной негарантированного успеха земледелия и так далее и тому подобное, и при этом вот так вот все эти диспропорции санкционируете, то просто вы все убиваете и все кончено. Часть третья. Наиболее болезненные обязательства России при вступлении в ВТО и последствиях их выполнения. Три-один. В сфере доступа к природным ресурсам Россия взяла на себя обязательство повышения цены на природные ресурсы для производства внутри страны. Представляете? Еще раз меня услышали? Повышение цены на природные ресурсы для производства внутри страны. Это значит, мы с одной стороны. Втягиваем на территорию чужое, более конкурентное производство, а с другой стороны решаем свое собственное последних жалких преференций. Мы не создаем новые уровни преференций и поддержки, как это делают все, открывая рынок. Мы роняем вниз даже то немногое, что у нас существовало. Цены для граждан оговорено временно регулировать. Итак, повышение цены на природные ресурсы для производства внутри страны будет происходить вплоть до уровня экспортных цен на ресурсы. В части доступа иностранных фирм к строительству нефти и газопроводов, дамп, электростанций уже готовы исковые документы стран-членов ВТО, требующие отменить внутрироссийское законодательство, которое ограничивает такой доступ сверхнеобходимым. Вы сейчас будете каждый день отменять новые законы. Вы будете ползать перед ними на брюхе, а них будут пинать сапогом в рожу. А вы представляете себе, что значит повысить цену на природные ресурсы для производства внутри страны до уровня экспортных цен? Вы же не дети. Вы не Латынина, не Минкен. Поэтому вы кое-как-то считать умеете и не говорите нам, что вы это не выполните. Это вам сейчас кажется, что не выполните. Горбачёву тоже казалось, что выполните. Всё выполните. А если не будете выполнять, то получите не смягчение некоторых отношений, а резкое ужесточение конфликта. Далее. Россия взяла на себя обязательства по допуску иностранных, юридических и физических лиц и стран-членов ВТО к оказанию услуг по геологическим и геофизическим научным изысканиям без ограничений. Так, поскольку закон о недрах и законодательство по соглашениям о разделе продукции, СРП. А как гордились этим соглашением? Как это был триумф патриота Путина. Если законы противоречат правилам ВТО, например, закон об СРП требует, чтобы не менее 70% оборудования и услуг используемых в проектах были российского производства. То эти законы потребуются отменить. Значит, всё. Если раньше инвестор обязан был тут применять оборудование и как-то держалась на полу промышленности, теперь он не обязан. И он не будет этого делать. Он не идиот. И вы будете отменять этот закон об СРП. А одновременно с ним вы будете отменять закон о недрах. А потом вы будете отменять всё законодательство. И заменять его на однозначно колониальное. На коленях. На брюхе. Вплоть до момента вашего убедения. Указанные условия вхождения ВТО приведут к потере права собственности на геологическую информацию о недрах, которые будут получать иностранные недропользователи. К потере преимуществ отечественных недропользователей при оформлении права разработки открытых иностранными компаниями в месторождении полезных ископаемых. И, наконец, к потере исключительного права, что особенно потрясает, потере исключительного права Российской Федерации на объекты интеллектуальной собственности, созданные на базе геологической информации о недрах. Я знаю, что и в Совете Федерации сидят люди, которые не всегда сухие формулировки сразу расшифровывают сочным и внятным для себя образом. Так я вам поясню, что это значит. Это значит, что руководство России даже не будет знать, что именно, в каком объёме и качестве имеется в национальных недрах. Если в этой формулировке доклада нашего экспертного центра, за которую я отвечаю, есть хоть малейшее преувеличение, то я готов ответить за то, что я что-то преувеличиваю. Но если я не преувеличиваю, то я спрашиваю руководство. А я твёрдо знаю, что я не преувеличиваю. На что оно себя обрекает? Оно, вообще-то говоря, ещё является национальным или каким-нибудь другим, даже колониальным руководством. Или оно уже ничто. Но если оно ничто де-факто сегодня, то оно будет ничто де-юро, а потом оно будет уничтожено. Ему так хочется. Пусть оно не говорит, что его об этом не предупреждали. Корректно и доказательно. Отметим, что в США и Китае к нефтегазовому сектору допущены только национальные кампании. Что обусловлено стратегической значимостью для безопасности страны, результатов георазведочных работ, сейсморазведки, бурения, геофизических исследований, континентальных и морских скважин. Поскольку когда-то мне приходилось заниматься геофизическим оружием, то я очень хорошо понимаю, что здесь написано. Здесь написано, что вы сдаёте безопасность страны. Чайкисты. Или как говорилось, господа чайкисты. Ничего более бредового в своей жизни не слышали. Вы подумайте о том, что вы делаете. И ради чего? Сдав всё это, вы ничего не получите. Вы получите только унизительную смерть. Как все, кто шли с этим дьяволом на компромиссы. Каддафи, Мубара, кто угодно ещё. 3.2. В сфере финансовых услуг. Из принятых соглашений с ВТО особо опасным является положение, согласно которому федеральные финансовые органы не могут принять меры, которые бы не допускали увеличения оперативного капитала банков, получающих иностранные инвестиции. Препятствовали бы расширению масштабов или объёмов бизнеса таких банков. То есть захвату доли рынка отечественных банков. Нельзя этому теперь препятствовать. Препятствовали бы участию банков с иностранными инвестициями в открытии внутренних ферралов ВРФ. То есть территориальной экспансии зарубежных банков. Значит, теперь можно сметать отечественные банки с финансового рынка. Можно осуществлять любую территориальную экспансию зарубежных банков. И это можно подписываете вы. То есть вы капитулируете в финансовой войне. И вы прекрасно принимаете, что при сегодняшних параметрах отечественных банков и том, что здесь будет сделано с другой стороны, вы именно капитулируете. Оговоренные квоты на долевое присутствие иностранных банков в финансовой системе России при этом работать не будут, поскольку увеличение уставного капитала зарубежных банков за счёт прибыли, получаемой в РФ или прибыли, возвращаемой в РФ из-за рубежа, будет считаться внутренними инвестициями. Кроме того, все капиталовложения, сделанные российскими юридическими лицами, финансируемые за границей в дочерней внутренней отрасли РФ, также будут считаться внутренними инвестициями. И опять вы мне скажете, что Китай допускает что-нибудь подобное. Кто-то, может быть, не в курсе. Но каждый, кто этим вопросом занимается, прекрасно понимает, что Китай никогда не допустит ничего, даже близко к этому приближается, а войдёт в ВТО так, как ему надо. Вас втягивают туда ползком и на убой. Итак, принятые Россией условия вступления в ВТО фактически снимают почти все ограничения на действия зарубежных финансовых структур России, что имеет легко прогнозируемые печальные последствия. 3.3. По данным экспертов агропромышленного комплекса, в сельскохозяйственной отрасли наибольшие потери от вступления в ВТО понесут свиноводство и молочное животное. За 6 лет национальной программы агропромышленного комплекса только в свиноводство было инвестировано 200 млрд. рублей. Сегодня самообеспечение свининой России около 70%, ожидаемое производство в 2012 году 2,6 млн. тонн. На условиях ВТО произойдет быстрое падение производства до 2 млн. тонн и будут свернуты работа 60% свинокомплексов. Первочередные кандидаты на банкротство по дальнем официальной отчетности по международным стандартам. Такие крупнейшие предприятия, как агропромышленный холдинг «Мираторг». В отрасли исчезнут десятки тысяч рабочих мест. А поскольку, может быть, кто-нибудь это не знает, в животноводстве одно рабочее место создает около 10 рабочих мест по всей стране, так устроен комплекс, в логистике, в переработке исчезают рабочие места, то суммарные потери занятости только в этой отрасли составят сотни тысяч человек. После вступления в силу в Россию новых таможенных пошлин, импортные поставки почти всех молочных продуктов вырастут, а внутреннее производство сократится. Рынок заполнит дешевые импортные молочные продукты с растительными жирами вместо животных. Уже первый год потери сельхозпроизводителей за снижение цены на молоко составит 29 миллиардов рублей, только на объеме товарного молока. Дальше потери будут расти. А качество молока будет падать сокрушительно, потому что все уже понимают, что именно к нам возят. Все, кроме безумцев, это прекрасно понимают. А никаких санитарных норм вы не сможете использовать. А как только начнете использовать, будет суд ВТО и компенсация. Вот на что вы обрекаете страну, а в силу последствий и себя. Потому что это бумеранг. Вы сидите, будете в роскошных креслах и нечто принимать, считаю, что вас это не касается. А вот когда вас начнут рвать на части, вы знаете, что это вы сами. Сами создали что-то, как когда-то это создала дворянская аристократия Российской империи, что потом привело к тому, что начали рвать на части. Вы, по сути, этим вступаете в империалистическую войну, опрекая себя на поражение со всеми последствиями. Итак, это снижение цен и понижение качества, добавлю, молочной продукции. Повлечет падение поголовья скота, валового надоя, массовое банкротство производителей, резкое сокращение рабочих мест на селе, где этих мест и так немного. 3. 4. Снижение пошлий на промышленную продукцию при вступлении России и ВТО нанесет очень болезненный удар по большинству отраслей промышленности, исключая сырьевые отрасли низких переделок. Мы хотим быть абсолютно корректными, абсолютно точными. Мы не хотим алармизма, поэтому мы говорим, да, сырьевые отрасли низких переделок, по ним удар не будет нанесен очень болезненно, но по всей остальной промышленной продукции он будет колоссально болезненным. И о какой модернизации идет речь, о каком вообще развитии, какой индустриализации, о чем? Причина в том, что большинство предприятий российской промышленности работают при низкой рентабельности. Многие, особенно в моногородах, убыточны и держатся за счет господдержки, субсидий, льгот и погашения кредитов, долговой амнистии, снижение пошлины для иностранных конкурентов и недоступность господдержки при вступлении в ВТО. Понятно, я говорю? Снижение пошлины для иностранных конкурентов, это первая часть вступления в ВТО, и запрет на господдержку своим предприятиям, по имеющимся оценкам, приведет в течение ближайших двух-трех лет к разорению банкротства 30-40 тысяч промышленных предприятий. И что будет? Мы даем здесь самые взвешенные оценки. Вот если они реализуются, не максималистские, а эти, подумайте, что будет? 30-40 тысяч предприятий закроют. При этом в зоне социально-экономического бедствия окажется более 300 моногородов. Это какой гайдар? Это похлеще любого гайдара. Говорилось все, ельцинизм, преступления, гайдаризм, мерзавцы. И что же мы делаем? Мы осуществляем вторую волну либеральных реформ? В угоду кому? Чему? Не получившим должности политической сетекс-факции кремлевским либералам? Это в угоду компромисса с ними и их западными хозяевами? Вы обрекаете народ на второй гайдаризм? А промышленность на уничтожение? Обязательное преступление в ВТО. Повышение внутренних цен на энергоносители и сырье для предприятий. Ускорить и углубить этот процесс. Называлось ускорить, углубить и начать. Горбачева. Обострить называлось. Обострить, углубить и начать. Значит, там будет действовать непросчитанный вами системный мультипликативный эффект. С одной стороны, повышаете цену на энергию и этим давите свои предприятия. С другой стороны, лишаете их субсидий и этим их давите. А после этого открываете рынок. И это уже полный разгром. 3.5. В отраслях оборонно-промышленного комплекса. Это около 1300 предприятий и организаций в 64 субъектах России. С занятостью около 2 миллионов человек. Большинство предприятий находится на грани рентабельности или убыточной. В особенности, те из них, которые выступают продукцией гражданского назначения. А без них нет оборонно-промышленного комплекса. Им это все понимают. Уже не сводится только к продукции военного назначения. Там нужны и другие предприятия. Вступление в ВТО исключает существующие ныне меры прямой и косвенной поддержки этих предприятий, в том числе субсидии и долговые амнистии. В то же время, при прогнозируемом сокращении доходов бюджета в результате вступления в ВТО, у государства резко упадут возможности поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса механизмом госзакупок. Я опять говорю, здесь существуют системные мультипликативные эффекты. Тут работают принципы многих домино. В этих условиях после вступления России в ВТО быстро и окончательно исчезнут многие отечественные производства, которые обеспечивают производители оружия и военной техники сырьем, полуфабрикатами, комплектующими изделиями и деталями. Так, по данным официальной отчетности по международным стандартам, после вступления в ВТО не смогут обеспечить рентабельность производства такие крупнейшие предприятия оборонно-промышленного комплекса, как ОАО «ЛАМО», ОАО «Уральский оптико-механический завод» и ряд других, включая некоторые стратегические предприятия, являющиеся каркасом экономики и социальной сферы многогородов, например, ОАО «Тутаевский моторный завод». По оценкам экспертов оборонно-промышленного комплекса в условиях режима ВТО не смогут выжить более 600 предприятий отрасли, будут потеряны до 700 тысяч рабочих мест, а также критическая для обеспечения работы и развития отрасли часть высококвалифицированного кадрового потенциала. Что вы делаете? С ума великого ража западнического и в ожидании достижения компромисса с Западом, которого не будет. Что вы делаете со своей стороной и с той поддержкой, которую вы якобы так цените? С той реальной поддержкой, которая в этих условиях будет сведена к нулю. На чём вы будете держаться? На чём сидеть? На штыках? Ой, или... А если штыки перестанут производить, что будете делать? 3.6. В результате вступления в ВТО и снижения ввозных пошлин на автомобиле, доля российских производителей на рынке легковых автомобилей упадёт с 65% до 40%, на рынке коммерческих автомобилей с 70% до 35% уже в ближайшие годы, с тенденцией к дальнейшему снижению. Предложенное правительством для автопрома компенсационное решение в виде косвенной пошлины утилизационного сбора не может быть долговечным. Оно обязательно будет оспорено и отменено судом ВТО. В этом есть ещё одна такая ключевая, почти философская ошибка. Вы считаете, что сначала всё подпишете, а потом не будете выполнять. А этого не будет. Потому что когда вы не будете выполнять, то вас надавит. А когда вы начнёте упираться, на вас надавит сильнее. А когда вы совсем сильно упрётесь, вас накажут. А когда вас накажут, вы огрызнётесь. И возникнет просто системный конфликт с Западом. Начнётся эскалация этого конфликта. В эти отношения вступать нельзя. Не только потому, что они вообще сокрушительны по последствиям и преступны. А и потому, что они приводят прямо обратным результатом по отношению к тому, что чего так хочется западнику. Договорённости, достижения. Якобы будут иметь место быть достижения договорённости. Якобы там смягчаться отношения. Не-не-не-не-не. Или вы взорвёте ситуацию в стране, или ухудшите отношения с Западом. Итак, предложенное правительством для Автопрома компенсационное решение в виде косвенной пошлины утилляционного сбора не может быть долговечным. Она будет обязательно оспорена и отменена судом ВТО. По данным официальной отчётности по международным стандартам, за гранью рентабельности окажутся такие крупнейшие автопредприятия России, как Группа Автоваз, Группа ГАЗ, КАМАЗ. Эта часть соглашения особенно болезненно скажется на экономическое социально-политической обстановке в городах, где на заводах-производителях автомобилей работает подавляющее большинство населения. Тольятти, Набережные Челны. А вы знаете, где находятся эти города? Посмотрите на карту. В тот момент, когда взорвутся Набережные Челны и Тольятти, подумайте, что будет с Татарстаном. А когда взорвётся Татарстан, подумайте, во что это обойдётся. И где тут будет территориальная целостность, стабильность, спокойствие? Последствия-то носят системный характер. Заводы-то закроются, а люди восстанут. А там уже соответствующая обстановка. Вы льёте керосин в уже загоревшийся огонь социального протеста. Протеста в тысячи раз более опасного, чем протест белоленточный. Опять скажут, что ну а что делать, так делают все. Не делают так все. Не делают. В Китае и Бразилии ввоз поддержанных автомобилей полностью запрещён. В Индии иностранные автомобили облагаются налогом. Знаете, каким? От 105 до 200 процентов. Проверьте. Но вы-то ничего этого не сделали. 3-7. В отрасли производства сельхозтехники пошлина на ввоз новых импортных комбайнов снижается в 3 раза. А пошлина на бывшую употребление сельхозтехнику в 5 раз. При этом ввоз иностранной сельхозтехники получит в России доступ ко всем разрешённым видам субсидирования. Это особенно пикантно. Это хорошее условие. Это делала опытная рука диверсанта. Достойного члена Горбачёвской команды. По данным расчётов объёмов выпуска продукции и рентабельности в условиях режима ВТО, такие крупнейшие заводы, как Россельмаш, сразу же становятся неконкуренциями и убыточными. У Россельмаша уже почти не заказывают технику в расчёте на то, что в России в ближайшее время хванет дешёвая поддержанная зарубежная техника. В целом по отрасли прогнозируется снижение доли отечественной сельхозтехники в России с 52% в 2011 до 2012 в 2015 и до 3% в 2020. Будет потеряно около 100 предприятий и сокращено более 50 тысяч рабочих мест. Представьте себе некую чашу народного терпения, в которую вливается 100 тысяч рабочих мест. 200 тысяч рабочих мест потеряно. 50 тысяч. Чаша с краями полна. Знаком такой образ? 3.8. При вступлении России в ВТО большинство базовых отечественных химических производств становятся неконкурентоспособными. Так, сейчас национальная хлорная промышленность удовлетворяет внутрироссийские потребности в поливинилхвориде, ПВХ на 50%. Остальное импортируется. Но в России строятся новые производства. 70% себестоимости ПВХ составляет электроэнергия, которая для российского производителя стоит 2,5-3 рубля за кВт-час, а в Китае 30-40 копеек за кВт-час. Существенно снизится, рынок станет абсолютно открытым, цена энергии вырастет. Но опять вот думайте вместе. Пошлины снизятся чужие. И там-то энергия останется по той же цене, как была. А у вас цена энергии вырастет, а пошлины перестанут оказывать барьерную роль и сдерживать наплыв чужой продукции. Российские производства автоматически потеряют конкурентоспособность, будут вытеснены с рынка и обанкрочены. 3.9. По данным МЭРТ, потери отрасли легкой промышленности в результате вступления в ВТО составит не менее 2,7 млрд. рублей в год, а компенсация потерь за счет господдержки не превысит 600 млн. рублей в год. Значит, несчастная легкая промышленность, которая и так дышит на ваду, рухнет. 3.10. В отношении рынка телекоммуникационных услуг условия вступления России в ВТО являются одним из наиболее тяжелых среди всех секторов сферы услуг, среди технологических секторов самыми тяжелыми. И вновь мы подчеркиваем, что все страны БРИКС в этой сфере оговорили для нерезидентов жесткие ограничения, а наши переговорщики все преступно сдали. Преступно. Вступая в ВТО, РФ берет на себя обязательства по допуску юридических и физических лиц из других стран-членов ВТО к оказанию телекоммуникационных услуг как внутри РФ, так и за границей, но получателям из РФ на условиях национального режима без ограничений. Итак, мы вступаем в ВТО, мы допускаем юридических и физических лиц из других стран-членов ВТО к оказанию телекоммуникационных услуг как внутри РФ, так и за границей, и говорим, вот для получателей из РФ все это делается на условиях национального режима без ограничений. Кто бы не производил эти услуги, все равно. Нам все равно, кто производит телекоммуникационные услуги. Все равно. И мы говорим о национальной безопасности. То есть Россия отдает в общее пользование, то есть дает врагу важнейшую сферу национальной безопасности. Что в принципе в дальнейшем, при соответствующем развитии ситуации, вполне может быть квалифицировано как однозначная национальная измена. Далее, иностранные лица будут без каких-либо ограничений допущены к оказанию услуг информационных агентств любым лицам из России посредством учреждения коммерческого присутствия на территории России, не обязательно в организационно-правовой форме юридического лица. Для цели оказания таких услуг лицо из государства члена ВТО будет вправе открыть, например, филиал на территории России или использовать агента. Во вольготность. Во счастье. Из всех стран БРИКС Россия единственная открыла для иностранных лиц из стран-членов ВТО рынок услуг информационных агентств, причем на самых благоприятных условиях. И после этого мы будем говорить о защите национальной безопасности и повышать финансирование, так сказать, структурам, которые за нее должны бороться. Это вроде как машина скорой помощи идет. Сама режет, сама давит, сама помощь подает. Блестяще. Можно только аплодировать. Выражать беспредельный восторг, что и сделала жалкая, опозорившаяся, единая Россия. Мне было глубоко безразлично, партия это жуликов и воров или нет. Потому что я считаю, что все партии в этом смысле абсолютно идентичны. Может кто-то больше, меньше, кому как повезло. Поскольку в целом мы живем в криминальной буржуазной стране, то хлопотать по этому поводу глупо. А вот то, что эта партия стала партией национальной изменой и партией лакейства, вот это уже навсегда. 3.11. Россия при вступлении ВТО открывает допуск иностранных лиц в сферу услуг патентных поверенных. Это создает возможности неограниченной утечки до патентной информации, технологических решений ноу-хау из страны. То есть угрожает информационной национальной безопасности России. И противоречит Гражданскому кодексу Российской Федерации, федеральному закону о патентных поверенных. С 1993 года из соображения национальной безопасности патентными поверенными в России. Могут быть только российские граждане. Нанесено несколько мастерских, беспощадных ударов по национальной безопасности. Я утверждаю, что то, как именно мы входим в ВТО, подчеркиваю, что лично я, как представитель определенного оппозиционного направления, вообще против вхождения ВТО. Но то, как это сделано, угрожает нашей национальной безопасности. А после того, как это будет принято, можно будет говорить о нанесении ударов по национальной безопасности сразу по нескольким направлениям. И вы понимаете, что это означает. Или не понимаете. 3.12. В сфере услуг, оптовой и розничной торговли Россия взяла на себя обязательства. Допуска зарубежных компаний на российский рынок на условиях национального режима с тремя ограничениями. 1. Коммерческое присутствие допускается только в форме юридического лица РФ. 2. Может быть введена недискриминационная государственная монополия на алкоголь, содержащую продукцию. 3. Недискриминационная государственная монополия. Не любая. Обязательства не принимаются в отношении субсидий и иных форм государственной поддержки, в отношении торговли местными товарами и объектами, относящимися к национальной культуре и самобытам. Ну, то есть ограничения нулевые. Оптовая и розничная торговля, если кто что понимает, является основной сферой деятельности российского среднего и малого бизнеса. На нее приходится 70-75% оборота всех малых и средних компаний России. Это основной состав российского, так называемого, в тройных кавычках, говорю, среднего класса. И по нему вы бьете наотмашь. Те, кто вылезли из своих щелей в Москве и тут болтались на болотные сахары, это так себе кое-что. Теперь вы хотите по нему ударить целиком. Вам должно быть хорошо понятно, чем он на это ответит. Опять к вопросу об образе, как сказать, заливания маленького костерка большим количеством качественного бензина. Поскольку доступ к кредитам для российских торговых компаний является крайне ограниченным, эксперты прогнозируют приступление в ВТО широкую экспансию на наш рынок зарубежных торговых сетей. При этом торговля окажется в значительной степени отрезан от отечественных товаропроизводителей, поскольку иностранные торговые сети, как правило, привязаны к иностранным поставщикам товаров и, соответственно, создадут барьеры для допуска российских товаров на наш внутренний рынок. Мне от этого среднего класса абсолютно не жаль. Но что об этом думают Чубайсы всех родов и мастей? Они, наверное, надеются просто, что этот класс так быстро консолидируется в ненависти к правительству и так далее, что их вожделенные, саботажные, подрывные цели окажутся реализованы. Не зря Альфа-банк поддерживает Навального, да? В результате падение доходов и потеря значительной доли рынка отечественными торговыми компаниями могут вызвать резкий рост безработицы, как в самой торговле, так и в российских отраслях поставщиках товаров. По разным оценкам это составляет от 200 до 600 тысяч рабочих мест. Опять возьмем минимальные оценки, да, и опять вообразим себе чашу. И еще 200 тысяч рабочих мест ко всему, что мы говорили раньше. Последствиями вхождения на этих условиях для данного сектора экономики являются также утери решающей части российского, так называемого, среднего класса и соответствующие тяжелейшие экономические и социально-политические последствия, я подчеркиваю, социально-политические. Если от этих холодных слов у тех, кто будет все это в Совете Федерации подписывать, холодок не идет по спине, то они сошли с ума. 3.13. В сфере ремонта и обслуживания оборудования Россия взяла на себя обязательства по допуску иностранных юридических или физических лиц, членов ВТО, к оказанию услуг как внутри России, так и за границей, но получателям из России. Обязательства России распространяются на услуги по ремонту предметов личного пользования, и бытовых товаров, оборудования некоммерческого пользования, а также на железнодорожное и автодорожное оборудование, и транспорт, рыбопромысловое и воздушные суда коммерческого пользования. В этой отрасли сосредоточено после торговли большинство рабочих мест малого и среднего бизнеса. Его вытеснение крупными зарубежными компаниями с их сервисно-ремонтными центрами резко повысит безработицу и также приведет к разорению существенной части формирующегося в стране среднего класса. Последствия, конечно, могут быть такие, как в Лирии, у Каддафи. Но сценарий, это, конечно, он очень напоминает сценарий Шаха Ирана. То есть вот все, что более или менее еще удерживало стабильность, должно быть истреблено. Мастер, мастер согласовывал условия, высокий профи подрывной деятельности. Все ФСБ будет ловить частных агентов, но все эти частные агенты в сумме не стоит одного мастера, который все это организовал. Кроме того, Россия, не будучи способна конкурировать с зарубежными фирмами в ремонте и обслуживании импортного оборудования, которое по условиям ВТО будет поступать на наш внутренний рынок, быстро потеряет в этой отрасли имеющийся квалифицированный кадровый потенциал. Мы уже потеряли большую часть рабочего класса и всего, что касается индустриального сектора. Мы потеряем еще и этот кусочек, куда кто-то успел десантироваться. 3.14. В сфере оказания услуг автодорожных, пассажирских, грузовых перевозок. Далее АПГП и технического обслуживания, ремонта оборудования и вспомогательных услуг для автодорожного транспорта. ТРВУ. Россия взяла на себя обязательство допуска зарубежных лиц и компаний на территорию РФ с предоставлением национального режима с двумя ограничениями. Всем предоставлен национальный режим. Есть два ограничения. Первое. Коммерческое присутствие зарубежных компаний допускает сток в форме юридического лица РФ. И второе. Транспортные средства, осуществляющие перевозки, должны быть зарегистрированы на территории РФ. То есть ограничений нет. Основные риски допуска нерезидентов в данную сферу услуг заключаются в резком повышении нагрузки на автодорожную сеть трансграничными перевозками. По данным Минтранса РФ, нормы по загрузке соответствуют лишь 37% федеральных и 24% региональных автодорог. Рост загрузки автодорог приведет к росту издержек при перевозках. Многие отечественные перевозчики в силу ограниченного доступа к кредитам и худшего по сравнению с зарубежными конкурентами в стане автопарка считают себя неспособными выдержать конкуренцию с зарубежными перевозчиками. Готовыми успешно конкурировать на отечественном рынке считают себя лишь 1,4 часть российских транспортных компаний. Конкуренции на рынках СНГ готовы, по их мнению, 18%, в дальнем зарубежье 9%, а готовыми к членству ВТО считают себя 10% транспортных компаний. Наплевав на все на это и понимая, что транспорт – это как бы нервная система страны, вы даете отмашку на то, что приведет к пролечу нервной системы отечественной и заменит ее чем-то другим. Большинство отечественных компаний считают неизбежным свое поглощение зарубежными конкурентами. 3.15. В сфере строительства и связанных с ним инженерных услуг Россия взяла обязательство предоставить зарубежным компаниям национальный режим деятельности на своей территории с единственным ограничением. Обязательства не принимаются в отношении субсидий и иных форм государственной поддержки в части объектов национальной самобытности и или зданий и объектов культурного наследия, обозначенных в официальных регистрах. Следствием станут снижение таможенных пошлан и технологических ограничений на ввоз импортных стройматериалов, экспансия в Россию зарубежных инвестиционных и девелоперских компаний, а также расширение объемов операций зарубежных финансовых конститутов на отечественном рынке недвижимости. Всего доступа к дешевым длинным кредитам. Если вы хотите создать одинаковые условия, то вы хотя бы создайте систему дешевых длинных кредитов, но ее же нет, она не создана. Ее сначала надо создать и опробовать, а потом начинать бережно какие-то там доступы наращивать. Итак, в силу доступа к дешевым длинным кредитам иностранные девелоперы готовы работать при гораздо более низких нормах прибыли, чем отечественные. Кроме того, зарубежные компании имеют возможность возить более дешевые, в том числе датируемые и некачественные стройматериалы и оборудование, а также привлекать к проекту в России относительно дешевые квалифицированные зарубежные кадры. В связи с этим эксперты считают высоковероятным поглощение иностранными девелоперами значительной части российских строительных и смежных компаний. Так, по расчетам Союза строителей Урала, все сектора строиндустрии региона, кроме производства огнеупоров, керамической плитки и цемента, на принятых условиях вступления России в ВТО конкуренции не выдержат. Подчеркивать, на принятых преступных условиях. 3.16. Россия в преступлении ВТО без ограничений открывает допуск иностранных лиц к оказанию конституционных и связанных с ними услуг в сфере управления любым лицам из России. Для цели оказания таких услуг лицо из государства, членов ВТО, будет вправе открыть, например, филиалы на территории России или использовать агента. То есть иностранные консультанты будут требовать своего присутствия на равных с российскими в сфере управления и менеджмента, как в частном, так и в государственных сегментах национальной экономии. Чубайсовские советники по приватизации окажутся детским лепетом. 3.17. После вступления в ВТО Россия не сможет пользоваться собственными фитосанитарными нормами для ограничения или запрета импорта вредной или опасной продукции. Нормы, установленные в ВТО, гораздо ниже российских. Вы слышите меня? Те, кому придется это есть. Нормы, установленные в ВТО, гораздо ниже российских и не допускают запрета на импорт продукции с содержанием пестицидов и гербицидов, генно-модифицированных организмов, опасных пластиков и так далее. Эти нормы даже не разрешают маркировать такую продукцию, считая это нарушением равной конкуренции. Это уже удар не только по богосостоянию, а по жизни. Вы создаете угрозу жизни гражданам России. 3.18. В сфере здравоохранения Россия взяла на себя обязательство допуска зарубежных компаний и лиц к оказанию коммерческих, медицинских и стоматологических услуг без ограничений, а услуг больниц и стационаров с правом России ограничивающих учреждения нерезидентами коммерческих стационаров на российской территории. Для организации представления таких услуг требуется разрешение российской стороны, но она обязана выдаваться на недискриминационной основе. Если вы начнете дискриминировать, опять будут суды, ухудшение отношений и сдача ваших позиций под давлением. При этом по правилам ГАЦ иностранные частные медицинские учреждения должны получать равные условия конкуренции с российским медицинским учреждением общественного сектора, включая субсидии, если они предусматриваются. То есть российские медицинские учреждения столкнутся с растущей равной в кавычках конкуренции с зарубежными условиями, когда компании и стран-конкурентов имеют безусловные преференции в части госрасходов на медицину и технологического оснащения. Вы от кормленных волков спускаете на щенков, которых при этом месяц не кормите, которые лежат подыхая и говорите, вот это будет равная конкуренция, вот что вы сделали. Кроме того, в плане дальнейших переговоров уже поставлен вопрос о допуске зарубежных компаний к приватизации государственных медицинских учреждений в России. В результате специалисты прогнозируют быструю дальнейшую деградацию сферы бесплатных медицинских услуг и резкий рост стоимости платных медицинских услуг, причем рост стоимости неподъемный с точки зрения реальных располагаемых доходов 85% домохозяйств, 85-90% домохозяйств. Таким образом произойдет полное отсечение подавляющей части населения от качественного здравоохранения. А оно от этого придет в восторг и заключит вас в объятия, госпожу Матвиенко, оно заключит в объятия, которое это все будет организовывать, подписывание этого преступления. Всех остальных, президента России. Нет же, да? Ну так и что это все такое? Это сознательное закладывание системных мим во все уголки здания. Потом бегство и взрывание здания. О чем идет речь? В этом здании жить будет нельзя. Никому и особенно тем, кто это организует. А они будут известны, я подчеркиваю еще раз, поименно. Мы будем распространять корректно списки всех, кто за это проголосовал. Все будущие избиратели этих лиц узнают, кому они обязаны своим счастьем. 3.19. В сфере образования Россия дает зарубежным организациям в сфере начального, средне-высшего образования право деятельности на российских территориях на условиях российского, в кавычках, национального режима, включая трансграничное и дистанционное образование. Всего с двумя существенными ограничениями. Первое. Коммерческое присутствие иностранных образовательных учреждений на территории России возможно только через создаваемые российские юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями. Второе. Россия не принимает для иностранных компаний в сфере образования обязательства в отношении равного с российским образовательным учреждением доступа к субсидиям и иным формам государственных поддержек. Поскольку Россия – это предмет особой атаки, и это понятно, да? А поскольку сфера образования, особенно начального и среднего, является базой для формирования культуры и мировоззрения граждан, то это соглашение с ВТО есть капитуляция в культурной войне, потому что она дает зарубежным компаниям крайне высокие возможности влиять на культурные, а значит и мировоззренческие позиции российского молодого поколения. Если вы это все подписываете, прекратите ныть по поводу оранжевой революции, потому что, конечно, вы произведете огромное количество материала, которое потом будет использовано на оранжевой революции, но произведете-то этот материал вы, это все опять повторяю, как у Достоевского, когда спрашивают, а кто убил-то старуху в преступлении и наказании? Там следует, говорит, вы убились, вы все подготовите своими ручками для оранжевой революции, она посадит вас на кол. Вы все время ее подготавливаете, вы не понимаете, что как в интересах России, так и в ваших личных интересах заключается в том, чтобы эту горючку убирать, а вы ее создаете и потом поджигаете. Потом говорит, боже мой, там же есть искра, заброшенная за границей. Конечно, есть. И, конечно, все это продиктовано вам за границей. Но вы-то, если вы живые люди, если вы действительно думаете о том, как хотя бы уцелеть, а уж тем более спасти страну от этой самой за границей, вы-то зачем это все делаете? Вот это, вот одно за другим. Потому что вам в ВТО надо войти, тогда поймите, что вас в него втягивают на преступных условиях. Откажитесь от этих условий, создайте нормальных переговорчиков, накажите тех, кто эти условия все принял и согласовал, и после этого начните новый тур переговоров. Вот и все. Часть четвертая. Экспертные оценки общих потерь экономики России, отступления в ВТО и перспектив развития социально-экономической ситуации в стране. 4.1. Экономисты оценивают потери бюджета России, отступления в ВТО на первом этапе. В 250-300 миллиардов рублей в год, более 2% бюджета в 2012. И считают, что далее потери будут нарастать. Даже по самым, я подчеркиваю, мы специально это делаем для вас, к оптимистичным, консервативным оценкам. В результате вступления России в ВТО, сокращение трудовой занятости в стране, к 2020 году составит 2,2 миллиона людей. Темпы роста ВВП к 2020 году потеряют 2,5% в год. Прямые потери бюджета от снижения импортных пошлин составят к тому же сроку 300 миллиардов рублей в год. А консолидированный бюджет РФ в итоге всех потерь будет терять по 500 миллиардов рублей в год. Но не это главное. А за всеми этими цифрами, даже подчеркиваю, оптимистичным, консервативным, стоит крах существующей политической системы. И Бог бы с ней. Я терпеть не могу эту систему. Она мне отвратительна до судорог. Но ведь одна-то тянет в крах страну. Она в нее вцепилась и тянет ее за собой на дно. Прекрасно понимая, что именно делает. Та система другая была в Советском Союзе. Она мне была гораздо более близка. В конце концов, системы больше, системы меньше. Она же потянула за собой державу. И обрекла народ на страшные вещи. Тут происходит все то же самое. Самые тяжелые потери, как считают оптимистичные эксперты, ждут пищевую индустрию и сельское хозяйство. В этих отраслях предполагается потеря 1,6 миллиона рабочих мест. Пищевая промышленность потеряет 40% объема производства. Сельское хозяйство – 26% объема производства. И это называется продовольственная безопасность. Это еще одно свидетельство того, что речь идет о системных действиях в ущерб национальной безопасности страны. А значит, и действиях, направленных на потерю суверенитета. Следующим по масштабу после пищевой индустрии сельского хозяйства будет масштаб потерь в машиностроении. Здесь будет потеряно не менее 300 тысяч рабочих мест. Причем тяжелое машиностроение и агромашиностроение исчезнут почти полностью. При этом произойдет домино потери рабочих мест в смежных отраслях. В целом прогнозные накопленные потери ВВП РФ к 2020 году составят до 3,5%. Потери промышленного производства – 20%, а спад в обрабатывающей промышленности – более 30%. Но это и есть второй ельцинский крах. 4.2. Вступление в ВТО сразу же обесценит и лишит смысла все разработанные и принятые правительством стратегии развития отрасмей. 5. Стратегии развития тяжелого машиностроения до 2020 года. 6. Стратегии развития легкой промышленности РФ до 2020 года. 7. Программы развития линейного комплекса до 2020 года. 8. Поскольку все эти стратегии предусматривали на переходный период господдержку, запрещаемую или ограничиваемую ВТО, и меры защиты внутреннего рынка, запрещаемые нормами ВТО, то можете их кинуть в печку или использовать каким-то другим, менее эстетичным способом. 4.3. Намечаемые правительством меры компенсации защиты для отраслей в рамках вступления в ВТО, преференции по госзаказам, антидемпинговые расследования и т.д. не могут быть долгосрочно эффективны, поскольку будут внимательно отслеживаться и незамедлительно оспариваться в ВТО. Где у России, подчеркиваем, один, причем очень слабый голос, из полутора сотен. Практика же ВТО показывает, что решения суда ВТО и комиссии по разрешению споров за редкими исключениями принимаются в пользу исков развитых стран. 4.4. Исследования ООН и другие международные исследования показывают, что выигрыш при вступлении ВТО получают только те страны, которые привели основную часть модернизации своей экономики, включая импортозамещение и создание конкурентоспособных отраслей высокого передела, до вступления в ВТО. Сначала импортозамещение и создание конкурентоспособных отраслей высокого передела, потом осторожное вхождение. Делается же наоборот. Дьявол в деталях лечение от убийства отличается, чем дозами, последовательностью и так далее. Доказательства, пожалуйста. Из доклада Организации по торговле и развитию ООН обещанные плюсы для развивающихся стран от Ругвайского раунда переговоров в ВТО были преувеличены. Вместо этого в развивающихся странах снова растут бедность, и разница в доходах внутри страны и между странами падает в занятость. Это кто? Это доклад Организации по торговле и развитию ООН. Мы можем привести сотни таких цитат. Все время говорится о том, что говорилось, что развивающиеся страны от ВТО получат преимущество, а оказалось, что в этих странах растет бедность, увеличивается разница в доходах внутри страны, падает в занятость и так далее. Опыт есть. И после всего, что случилось, в условиях политического кризиса вы хотите на это нарваться, на эту общую закономерность. Вы надеетесь почему-то ее преодолеть. Почему? 4.5. С точки зрения рисков для экономики России преступлений в ВТО наибольшую угрозу, по мнению большинства экспертов, представляет экспансия на российские рынки промышленных и финансовых корпораций КНР. Причины. Высокая конкурентоспособность китайской продукции и услуг, ввиду заниженного курса юаня и низких по сравнению с Россией расходов на труд, а также почти неограниченные и оговоренные преступления КНР в ВТО, в отличие от нас, они это оговорили, возможности государственной поддержки экспорта. Это при снижении пошлий на отмене России и других защитных мер практически лишает российских производителей возможность эффективно бороться за сохранение своей доли на отечественном рынке. Отечественные аналитики связывают с предстоящим вступлением в ВТО уже происходящее в настоящее время существенное сокращение объемов кредитования предприятий потенциально проблемных отраслей отечественными и зарубежными банками. Они просто опасаются, что предприятия гигнутся и не будут отдавать кредиты. Ряд зарубежных аналитиков считает, что отмечаемый в 2012 году массированный чистый отток капитала из России, сокращение прямых иностранных инвестиций и снижение уровня участия зарубежных инвестиционных фондов в российских биржевых активах, также непосредственно связаны с перспективой вступления России в ВТО, за которым, как предполагается, последует массовое банкротство предприятия, резкий рост безработицы, падение доходов домохозяйств в низших и средних стратах населения и массовый социальный протест. Это все говорят ключевые иностранные эксперты. Если издержки от вступления в ВТО мультиплицируются с ухудшением конъюнктуры на мировых рунках энергоносителей, то есть они совпадут во времени и начнут бить друг друга издержки от вступления в ВТО и вот это изменение конъюнктуры на рынках энергоносителей. Одно начнет ударять в другое и усиливать одно другое, как мячик, который отскакивает от стенки. Это и называется мультипликацией. Так вот, если это произойдет, мультипликация подобных ухудшений конъюнктуры на мировых рынках энергоносителей вместе с вступлением в ВТО, а такое ухудшение конъюнктуры на мировых рынках энергоносителей высоко вероятно в связи с второй начавшейся волной мирового кризиса. Так вот, если это все произойдет, вот эта мультипликация, то, как считают эксперты, докопленная Россией валютная подушка безопасности будет изрослана в течение года. И далее указанные негативные экономические и социальные процессы могут приобрести неконтролируемый взрывной характер. Ну, это Горбачев отдыхает. Вы начинаете сами подрывать себя и страну. 4.7. Вышедший в апреле 2012 года доклад Всемирного банка по России прогнозирует, что вступление России в ВТО, здесь я говорю, что мы оглашаем всю информацию, как якобы положительную, так и отрицательную, потому что мы хотим быть объективными. Так, мы говорим о докладе Всемирного банка по России от апреля 2012 года. Он прогнозирует, что вступление России в ВТО обеспечит России дополнительный прирост ВВП в ближайшие годы на 3,3%, в течение 10 лет, до 11%. При этом, как сам Всемирный банк утверждает, 72% прирост станет следствием развития сферы услуг в результате прихода на российский внутренний рынок зарубежных компаний, прежде всего финансовых. Хороший рост. А еще 18% ВВП, по прогнозу ВВП, обеспечит снижение импортных пошлин, благодаря которым Россия сможет закупать иностранные товары. И только 10% Россия получит от улучшения условий экспорта стали, цветных металлов и химикатов. То есть, рост будет онкологический. То есть, при анализе условий вступления России в ВТО, Всемирный банк признает, вот самый оптимистичный такой, как бы, пиарящий это вступление Всемирный банк. И он признает, что главным и якобы позитивным результатом этого акта станет массированная экспансия зарубежных корпораций на все российские внутренние рынки. Никакое расширение возможности допуска России на зарубежные рынки, а также возможности исправления сырьевого перекоса в производственных секторах национальной экономики, при этом не предполагается. Предполагается только, что здесь начнут сильнее бушевать иностранные финансовые вихри, и это будет называться ростом ВВП. В частности, страны-члены ВТО не взяли на себя никаких обязательств по снижению тарифных и нетарифных барьеров для экспорта продукции российской обрабатывающей промышленности. Это неслыханно в истории данного соглашения, чтобы другая сторона не взяла на себя вообще никаких обязательств в этой сфере. 4.8. Необходимо отметить, что перечисленные Всемирным банком меры либерализации допуска зарубежных корпораций на наш внутренний рынок, якобы обеспечивающие прирост ВВП, Россия могла бы принять в порядке собственных законодательных решений, не вступая в ВТО. И не наберя на себя неотменяемых обязательств, лишающих правительства практически всех возможностей самостоятельной реализации структурной промышленности и иной политики, то есть лишающих страну остатков суверенитета. 5. Перспективы дальнейших негативных для России трансформаций норм ВТО 5.1. В ВТО готовится новый договорной пакет, касающийся экспортных пошлин на энергоносители и сырье, требующий отмены этих пошлин. Пакет предполагается вынести на обсуждение в ходе следующего саммита Дахийского раунда переговоров по ВТО. Вы в него вступили. Дальше на Дахийском раунде. Будет принят этот новый пакет. Вы знаете, чем это чревато? Вы понимаете, что такое отмена экспортных пошлин на энергоносители и сырье? В случае этой отмены пошлин на экспорт нефти и газа, с которыми мы все живем, прямые потери бюджета России составят более 110 миллиардов долларов в год. Все. Это крах. Одномоментный крах. Я не хочу сказать, что обязательно эти пошлины будут отменены. Против этого будут многие. Саудовская Аравия и так далее. Но это возможно. И если это произойдет, то что будем делать? 5.2. В ВТО готовится пакет документов, в котором предусмотрено резкое ограничение суверенных прав государств на регулирование инвестиционных процессов на своих территориях. Согласно проектам этих документов, зарубежные корпорации должны получить право в судебном порядке оспаривать те национальные законы, которые снижают прибыли ТНК от производственной инвестиционной деятельности в соответствующих странах. Все. Десуверенизация полная. А также требовать компенсации за понесенный ущерб и упущенные прибыли. Причем генеральным арбитром в такого рода спорах будут не национальные судебные органы, а суд ВТО. Но нету власти национальной. Есть уже совсем другое. И это тоже на подходе. И как только выступили в ВТО, все это будет бить вам палкой по голове. 5.3. В ВТО готовится пакет документов, запрещающих странам-участникам регулировать объемы квот и поставок товаров, включая сырьевые товары, на мировой рынок, что считается манипулированием рынками. Впервые тезис о необходимости запрета на такое регулирование озвучил генеральный секретарь ВТО Паскаль Лами в 2010 году. Падает цена там. Летит что-то вниз. Вы хотите что-то отрегулировать в национальных интересах? Нельзя. В то же время в ВТО уже идет судебный процесс по иску США, ЕС, Японии против Китая по вопросу квотирования Китаем добычи и поставок на мировой рынок редкоземельных металлов. Если Китай этот процесс проиграет, будет создан прецедент. А далее соответствующие требования нерегулирования объемов экстрата будут включены в общий пакет обязательств стран ВТО. И нас такое включение уже полностью похоронит. 5.4. Далее в ВТО готовится пакет документов, запрещающих национальным финансовым регуляторам обеспечивать преференции своим производителям за счет заниженного по сравнению с паритетом покупательной способности курса национальной валюты. Попытка США и ЕС обвинить в таком муниципулировании курсом руководство Китая пока осторожная. ЕС и США слишком сильно зависят от торговли с Китаем и потому безуспешная. По указанной причине весьма вероятно, что прецедент для правовой системы ВТО имеет ключевое значение. Будут пытаться создать на основе обвинения России, которая также имеет курс рубля, заниженный по отношению с паритетом покупательной способности. Если такие обвинения состоятся и будут успешными, Россия лишится последнего инструмента хотя бы частичного поддержания конкурентоспособности большинства отраслей национальной экономики и на внутреннем, на глобальном рынке. 5.5. Наконец, по данным зарубежных источников и признанию главы МЭРТ Андрея Белоусова, ряд стран уже подготовил иски к России в суд ВТО по оспариванию национальных правовых норм, которые они считают ограничивающими торговлю более чем необходимы. Практика подобных исков опять-таки показывает, что они удовлетворяются в пользу развитых стран, способных продавить ВТО нужное решение. Я спокойно и с минимумом комментариев зачитал этот доклад, потому что в нём сказано всё на языке сухих доказательств, а не на языке эмоций. Мы вывешиваем доклад, предъявляем всем данную телевизионную запись. Я прошу суть времени и всех, кто заинтересован в успехе дела, как можно шире распространять эту запись. Я прошу своих друзей и тех, кому дорогие интересы страны, показать эту запись максимальному количеству лиц, от которых зависит принятие решения. Я прошу всех, кому дорогие интересы страны, размножать этот доклад и передавать его тем, кто будет принимать решения. Потому что я до конца, до последней секунды буду делать всё, что от нас зависит, для того, чтобы воспрепятствовать вхождению в ВТО. Останется ли 1% на то, чтобы это не произошло? Или 0,001%? Пока это можно будет сделать. Я буду этому препятствовать и призываю к этому всех. Если же всё-таки это состоится, то будет две возможности. Мы борьбу не прекратим. Первое – это крах. В этом случае мы будем бороться за то, чтобы социально-экономический протест, вызванный властью, не был направлен к вазе Горбачёвское, либеральное, преступное, антидержавное, антинациональное русло. Чтобы этот протест был направлен в державную, созидательную, консервативную, патриотическую сторону. А это два диаметрально противоположных направления. Почему либералы не протестуют против ВТО? Потому что они считают, что Путин уклоняется с пути вхождения в мировую цивилизацию, то есть с пути превращения нас в предаток Запада, с пути поглощения нас Западом и так далее. Путин уклоняется, и они за это, а по этому поводу бесятся. А мы говорим, что этот путь продолжается, а его надо радикально, с ним надо порвать. Его надо радикально изменить. В противном случае страна погибнет. У нас не может быть с нашими либеральными оппонентами никаких точек схода. Наши цели диаметрально противоположны. Им нужно пропихнуть своих ставленников, которые быстрее до конца обрушат страну и полностью сдадут ее Западу. А нам нужно, чтобы этот либеральный курс закончился и превратился в курс национального созидания. В курс, основанный на принципиально другой стратегии. Им нужно, чтобы мы вползли хоть по частям, хоть в расчлененки, хоть как. В это их вонючее мировое сообщество, оно же, американский мир, сошедший с ума. Полностью сошедший с ума во всем. В том, что касается принципов построения единого человечества. В том, что касается принципов защиты человечности вообще. Вот эти ювенальные юстиции и все прочее. В том, что касается, так сказать, права на развитие для наций. Во всем этот курс обезумил крах того, что составляло какое-то позитивное содержание в этом курсе, модерн. Вот крах этого, исторический крах, привел к тому, что Запад просто сошел с ума. Повторяю, что под Западом я подразумеваю обезумевшие Соединенные Штаты и европейских саталитов. Так вот, нашим противникам нужно, чтобы Россию втащили в этот обезумевший мир по частям, в расчлененке, в социально разрушенном состоянии, в нищенстве, в виде ублюдочной колонии. Они хотят втащить туда Россию любой ценой. Понимаю, что целиком Россия туда не войдет и достойным образом не войдет. А нам нужно, чтобы Россия не входила в этот бордель, в этот ад, в эту клаку, в это место человеческой гибели. Мы обращаемся ко всем либеральным мыслящим государственникам. Вы, конечно, считаете это место не адом, не борделем и не клакой, а раем. Но вы же видите, во-первых, что качества этого места меняются. И во-вторых, что в это место Россия целиком и достойно не войдет. Все, хватит. Кончаются 20 лет чаяний. Кончается жалкий лепет по поводу того, что мы хотим быть европейцами. Мы, представители консервативно-патриотической оппозиции, говорим, мы не хотим быть европейцами. Пошли вон с этой всей еврофилией, западофилией. Мы не хотим, чтобы нашими детьми распоряжалась ювенальная юстиция. Мы не хотим быть жалким сырьевым придатком обезумевшего мира. Мы не хотим испытывать на себе последствия стратегии мирового хаоса, мирового беспорядка. Мы не хотим превращаться в ад многоэтажного человечества. Мы всего этого не хотим. Мы хотим быть самими собой. В этом наш протест. И мы под этот протест соберем людей. Мы не дадим лавить течь в разрушительном, западническом, либерально-антинациональном русле, как она уже потекла однажды в эпоху перестройки. Мы не позволим состояться перестройки 2, даже если власть сойдет с ума полностью. А если она не сойдет с ума полностью, и тем не менее примет преступные решения по ВТО, то дальше шанс будет один. Национализация. Переход на режим государственных корпораций. Укрепление государственных корпораций. Защита всей национальной промышленности только на государственном уровне. Отказ от любых приватизаций. Отмена приватизационных фокусов. В целом ряде отраслей. А по мере того, как ВТО будет сказываться пагубно, так и вообще по самому широкому фронту. Потому что в этом смысле единственным адресным механизмом структурной промышленной политики, незапрещенным ВТО, оказывается экономическое регулирование через систему госпредприятий, госкорпораций. Отсюда дать беспощадный бой новой волне приватизации. Требовать укрепление госкорпорации как единственной защиты от ВТО. Требовать национализации. Если власть решила погибнуть, пусть гибнет. Нам главное, чтобы не погибла страна. А это значит, что для нас главное, чтобы протест был направлен не в сторону этой гибели, как в эпоху перестройки, а в прямо противоположную сторону. Чтобы лава потекла в диаметрально противоположном направлении по отношению к тому, которым она текла в 80-е годы. У нас есть все шансы это сделать. И мы будем это делать последовательно, как мы это делали все время. Если же власть сошла с ума не до конца, у нее временное поброчение и все прочее, на что шансов крайне мало, то тогда нужна новая стратегия. Стратегия о государствлении. Потому что только она спасет страну от абсолютного краха, неминуемого, коль скоро ВТО вообще войдет на нашу территорию, как новые оккупационные войска. И уж тем более, если она войдет на нашу территорию, без этого о государствлении. И, повторяю, полностью сошедшая с ума власть должна пожинать плоды. А наша задача собирать протест в нужном русле. С нужными державно-патриотическими конструктивными целями. Если в какой-то момент помрачение кончается, и кто-то решил что-то спасать хотя бы с обих себя, то это путь национализации, путь прекращения всякого приватизации, путь о государствлении, ибо только на этом пути мы можем дать отпор абсолютному врагу на СИИ под названием ВТО. Тому врагу, которого сейчас впускают на нашу территорию, его впустила туда Единая Россия, скорее всего туда впустят его из Совет Федерации. Я прошу президента России не допускать вещей, которые приведут к абсолютно сокрушительным последствиям для страны и для власти. Но если это все произойдет, то либо о государствлении, либо бескомпромиссная патриотическая оппозиционная борьба. Либо с революция сверху, либо революция снизу. Пока еще не поздно, брат. До встречи, ВСР. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова